Мы рады приветствовать от имени президента Академии наук Академика Ивана Михайловича Тегиньяну, который в соседнем зале на первом этаже открывает сегодня и выступает на национальной конференции с международным участием по проблемам COVID. По проблемам последствий COVID в различных других отраслях терапии медицинской. Очень важно для нашей страны, да и для всего региона Восточной Европы, потому что, уважаемые гости, коллеги, к великому сожалению, эта напасть, этот старт конференции по-прежнему мучает, безорганизует, создает экономические проблемы и так далее. Я хочу приветствовать наших дорогих гостей. Варокс, Примитс, Синчер, Мастры, Муцумир, Синтец Аич, большое спасибо, что вы с нами. Я хочу приветствовать присутствие здесь вице-министра сельского хозяйства и пищевой промышленности нашего госсекретаря, господина доктор Юрий Скрипник, с которым я имею честь сегодня поближе познакомиться. Мы с Министерством сельского хозяйства работаем сообща, работаем хорошо. Хорошо. Много проектов, законных, стратегий и так далее проходят экспертизу в Академии наук, и мы дружественно это организуем и работаем. Я хочу поговорить директору института зоотехними ветеринарной медицины, моего друга, коллега, доктора, человек, который работал и в Министерстве, и на производстве, и сейчас ведет это, хорошо ведет, мы очень высоко оцениваем результаты этого года. Дорогие коллеги, чтобы я больше не выступал, я хочу сообщить, что Академия наук присвоила заслуженный диплом Академии наук директору Олегу Машину, доктору, медаль золотая Николаю Мелеско-Спатару, нашего земляка, правая рука по всем проблемам дипломатии Петра Первого, нашего земляка, она присваивается нашему коллегу, уважаемому доктору Хабритат Петру Руцкову. Григорий Дарий, доктор Хабритат, профессор, удосужился медалей, также золотой медалью Николаю Мелеско-Спатару. Петру Игорь, диплом в почести Академии наук Молдовы, так по-русски скажем. Гранач Вера, тот же самый диплом почетный, диплом признательности Йог Доника. У нас в ближайшее время будет День науки международной, и президент попросил разрешения этой медали вручить в торжественной обстановке, λέте господин «Дректор», на фестивитетчика. Гребедь, в романе. Ворбите в романе. На фестивете цели консократии зили Мундиаля в Штейнце, которые организуем для ШАМ. Через курсы вышесказанной, позвольте мне, пожалуйста, дать важные проблемы господину директору, который будет руководить этим важным сообщением, этим важным событием научным в нашей республике. Хочу поблагодарить нашего замминистра доктора Скрипника за любезное согласие участвовать, для нас это очень важно. И в конце хочу поблагодарить всех тех, которые стоят сейчас перед компьютерами и которые присоединились к нашим Клодецким дням. Спасибо вам большое, больших успехов в дальнейшем и доброго здоровья. Пожалуйста, господин директор, прошу. Спасибо, господин директор. ГАЛИТСКИ 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 Продолжение следует... 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 Института са импусь как лидер в Молдова и есть репутащие бенемеретатые, как и диколу границей салии. Ваима саа является эмоционированной омени в штиинтах, церковь и церковь и церковь. Омени в штиинтах, института, дупо потребности significативного на развитие штиинтей Грифы, у них были разработаны и опробаты в норазии, саи де Бовине овине, порчи и ембурь, у колитати продуктиви и адаптиви и редикатии. У фасте о банке о базе генетике де Бовине, в которой са аккумулеаза сперма, амгътата де Таури, де продуктии, де раса и линьи валороасы. Сау дезвольтат новые дуанци, в материале семинала «Амгътар», иа че existенте у фасте иммунотатисти. У фасте дезвольтата комплексы зоотектричи, шеперми индустриале, технологии эффективны, де reproduцией, эксплуатацией, и методи в интели койте контроля и переütа, преем 물론яне боле, да да пырäischen праздером, при собственном кратчо, творчество, де практича, муцьи сриконеч insignificantе и творчеству, в мируто о генератии дэ у агажате на институту, а ça ес реконосцы как у центра штининтфик де профил зоотеернава. Реалзол 예внеаста, штининтфик, че, ци contribуе на дезвольтаре интенсивента, пара цаэля, и, х мааец, Республика Молдов, института Биология Анимала. Вин Волфт are мари сперанта, и тренера, и инкоперирование нашей, и пронизывание через Козыд. Ва дарим дезволтание, и в continuу реализации, креативные энергии, неполизабилы, санатати, и телевизирование персонала, и надея, и к нам «Греха древи» в институту, за когоaka креатива, директор у института Биология Анимала, и я надеюсь, надея заферанность этой тайны и контроли, да, во-нудшую, вновь грады на связи, и надея на работе. И еще раз благодаря вам, спасибо за субтитры за субтитры Алексею Дубровскому. У нас есть субтитры за субтитры Алексею Дубровскому. У нас есть субтитры за субтитры Алексею Дубровскому. У нас есть 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 субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому У нас есть субтитры Алексею Дубровскому У нас есть субтитры Алексею Дубровскому. 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 Субтитры Алексею Дубровскому У нас есть субтитры Алексею Дубровскому. У нас есть субтитры Алексею Дубровскому. в этой коммунитации. Я хочу вернуться к вам, который будет презентом салата, домовой Бойко Александр Васильевич, кандидат из Казахстанных наук, директор опытной станции Биоресурсов, Черкасская обеспеченная станция Биоресурсов. Пожалуйста, Александр Васильевич, вам слово. Здравствуйте, коллеги. Добрый день, уважаемые коллеги. Прежде всего, позвольте поблагодарить директора господина Сюркера Гермашина за приглашение и возможность меня отвечать в работе сегодняшней научной конференции, посвященной в 15-летию основания научно-клубинского института 2 калории, 2 калории и ветеринарной медицины, которые по праву являются лучшим научным учреждением не только Молдовы. Но я считаю, что здание мировой может быть, потому что в современном мире любой научный сотрудник побывал. То есть это двери науки мировой, потому что сейчас глобализация в нашем мире глобального продвижения научных исследований. Каждый ученый вносит лепту в общий прогресс мировой науки. Хочу также присоединиться к словам коллеги в Угарии. Пожелать огромного здоровья, прежде всего наш этот карантинный период, ну и много лета институту. Он в первом масштабе молодой, но тем не менее очень проектированный. И хотел бы, конечно, пожелать, но это, наверное, пожелание для всех институтов, учреждений советского пространства, чтобы ваше материальное прежде всего состояние улучшалось каждым годом. И это прежде всего я отношу к усилиям правительства и президента, и вашей страны, и нашей страны. И хотел бы включить небольшие подарки. У нас на управлении символ власти – голова. Я хочу препрессору, чтобы он ее держал крепко, если надо, подгонял ученых в каждодневном направлении. И держал ее крепко еще долгие долгие годы. Спасибо. Спасибо. Также от научного сообщества Украины хотел бы включить каталог инновационных разработок Национальной Академии Аграрных Наук Украины для совместной дальнейшей работы наших научных сообществ Молдовы и Украины. И еще это сборник, в котором мы принимали участие. Это сборник высказываний о Украине, который собрал за всю жизнь доктор Гуркат. И вы знаете, это очень известный животновод, селекционер. И я думаю, что это будет полезно. Историю, включая историю, мы имеем будущее. Спасибо. И также у нас связующее звено между нашими странами. Это доктор Петр Ревцан, Ревцканов. Я хотел бы ему включить данный символ нашей дружбы. Вышиванка – это чтобы вы украину министра Радвоева и есть Радвоева. И все награды на месте. Уважаемые гости Стиванского речи. А в этом же у нас есть секретарь дженерала Академии Вестинцы, доктор Кабиритат Вильяна Кондрактова. Ну что, продолжаем. Спасибо всем большое. Спасибо. 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 И к hyperкнову,�만и с тем. memeстью. Я думаю, это будет сделать это 80 лет, но всем пока мы верим объем. Спасибо. Продолжение следует... 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 то есть, скажем, это механизм интервью, который создает и создает и создает и создает и функциональность. И мы еще дать вам спасибо! И я, в эту очередь, на филе вероятен, и колокольцами, которые с вами были вероятен, и для института института и института. Еще дать вам спасибо! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Мы нашим в интернете с альтернатам, чтобы дать наслаждаться наше здоровье, и мы хотим вам сказать, что, и я хочу сказать, что, для академича Владимира Михаила Васильевича, который принял 24 дня в Академии национальной Агриколии в Украине. Михаил Васильевич, приглашаю вас до слова. Михаил Васильевич, приглашаю вас за то, что вы нас попросили на конференцию. Шановный Олег Машнев, шановный Петро Люцканов, шановные участники и офис конференции. Ваш научный форум посвящен серьезной юбилейной дате летней году, то есть институту 65 лет. В современных условиях возрастает роль образования и науки в долгосрочном социально-экономическом развитии стран и регионов, в укреплении национальной безопасности каждой страны. Благодаря теоретическим и практическим разработкам и усилиям нескольких поколений сотрудников института, 1965 год был создан ваш институт. За 65 лет день мы с института исследователей специализации активно участвовали в основных изменениях модернизации и технологизации основных отраслей зоотехнического сектора. Для ветеринарной науки и практики в стране были разработаны новые и эффективные меры, методы по искореннению и профилактике болезней животных и птиц, благодаря чему Республика Молдова на протяжении нескольких десятилетий входит в список стран, благоприятных для ветеринарного здравоохранения. Национальная академия аграрных наук Украины, институт разведения и генетики животных имени Михаила Семеновича, в более 10 лет сотрудничает с вашим институтом. Эффективное сотрудничество стало возможным благодаря директору институту Олегу Машнеру, это спасибо вам большое, и доктору наук Петру Исканову. При их активном участии между нашими институтами заключаются договора в сотрудничестве организуются ежегодные международные конференции по обсуждению направления организации и ведения селекционного и генетической работы в животноводстве обмен научно-технической информацией. На основе благолетнего тесного сотрудничества между институтами обеспечено выполнение протокольных решений ежегодных заседаний международной Мурдаво-Украинской смертной комиссии по вопросам второго экономического сотрудничества в области животноводства. Полагаю, что ваша конференция предоставит широкую площадку для обмена мнениями и знаниями по многим актуальным вопросам животноводства и ветеринарии. В госзнаменательном мероприятии желаю всем участникам конференции продуктивной работы и выработки новых ориентиров обеспечения научного сопровождения развития отрасли животноводства в стране, особенно в условиях редочных отношений веры и европейской интеграции. А теперь, дорогие друзья, у меня есть какие-то хорошие. Я хочу зачитать слов, которые проголосовали на нашем собрании, правда, на украинском языке. Я думаю, что вы немного понимаете. Права оборудования иностранных членов Национальной академии гражданных духов Украины, керующей статтями 17 и 18 законов Украины про науково-техническую дияльность статтями 15, 17, 22, 28, 32, 33 и 44 статута Академии. Загальні збори постановляють затвердити протокол номер 4 заседання Лечебної комісії загальних зборів Национальної академії про підсумки відкритого голосування і виборів іноземних штейнів нам. Вважати огородним за результатами голосування на загальних зборах Національної академії гражданных наук Украины 15 октября 2020 року, іноземним членом НАДУ. Люськанов Петро Ілліч присутствуються йому по честне звання Академія Національної академії гражданных наук. Підпис президент Академії ГАДЗАЛО Ярослав Михайлович і головний учебний секретар Адамчук Валерій Васильевич. Пану Люськанову я щиро вас вітаю Я ви довго чекали до того бажання. Ви вже став разом з нами академіком нашої академії, тому бажаю вам щастя, здоров'я і багатьох вашим научним працівникам досягнути таких результатів і разом з нами займатися дослідження в науці як в зоотехнії так і в етенерії. Щастя, здоров'я всім. Бажаю успіхів. Дякую. 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 Продолжение следует... 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 ... 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 До меня выступали многие ведущие украинские ученые, что свидетельствует о большом интересе украинских ученых к вашему институту, к болтавской науке. Скажу, что многие наши сотрудники собирались к вам приехать и, зная точно так же, ваши хотели приехать к нам. Но вот такая получилась накладка, что у нас одновременно тоже конференции сейчас происходят, тоже международные. И поэтому мы, конечно, к вам подавали свои тезисы, вы к нам. Поэтому очень жаль, что мы не смогли к вам приехать. И мы постараемся, конечно же, в будущем с вами активно сотрудничать. Мы заключили договор, знаем многие наши ученые, сотрудничают с вашими учеными индивидуально. Поэтому желаю провести вашу конференцию очень плодотворно и интересно, наладить сотрудничество, найти какие-нибудь новые идеи. Мы будем дальше с вами сотрудничать, будем стараться продолжать дружбу, не только сотрудничество, но и человеческую дружбу личную с вами. Желаю вашему институту отличных трудовых, научных успехов. И, что очень важно в условиях современной эпидемии, очень хорошего здоровья. Спасибо, приветствую. Спасибо, Игорь Васильевич, за приветственное слово. Лично хочу поблагодарить вас и директор института, и, естественно, сотрудников, с которыми мы сотрудничаем, за те теплые отношения, которые сложились. И, конечно, при первой же возможности мы обязательно в физическом, как говорится, варианте встретимся и обсудим планы работы на будущее и перспективы очень большие, которые есть между нашими институтами. Спасибо еще раз. Ждем вас к себе и приедем к вам. До свидания. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Я продолжаю участие в интернете. Спасибо. Обязательно участвуйте. Да, будут интересные доклады. Уважаемая господа директор института Виталитин Костенброд, доктор, профессор Майя Игнатова. Уважаемая госпожа директор, просим несколько слов сказать. Спасибо. Директор А. Будьте здоровы. С праздником. Спасибо, госпожа директор. Спасибо. Госпожа профессор, надеюсь, обязательно встретимся и будем продолжать сотрудничество между нашими институтами. Еще раз большое спасибо. Надеюсь и я. Всего доброго. Спасибо. Продолжение следует... 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 Основной институт страны в области зоотехнии. Я хочу пожелать вам прежде всего дальнейшего развития, процветания, много новых планов, их достойной реализации. 65 лет это целая история. За этот период было создано очень много в институте разработок и в области создания пород и кроссов и других достижений, новых технологий по выращиванию, по кормлению, по лечению и так далее. Выше уже перечислено очень много ваших достойных достижений и очень радует, что ваш институт очень плодотворно сотрудничает с другими странами. Вы известны за рубежом, ваши работы известны другим ученым и это очень радует и мы гордимся вами. Поэтому хочется еще много пожелать и вашему коллективу, потому что за этот период была создана плеяда ученых, которые посвятили практически свою жизнь этому направлению. Я хочу пожелать вашим ученым крепкого здоровья, новых идей, их эффективной реализации и пусть ваш институт процветает и дальше. И желаю вам также финансовой стабилизации и всего самого доброго, творческого долголетия. И о сегодняшнем форуме, сегодняшней конференции успешной реализации и наилучших достижений. Спасибо большое. Спасибо, Галина Хроланта. Продолжение следует... Я предложу, наверное, все члены конференции, присутствующие в зале, согласятся о том, что, наверное, прекратим эту часть заседания, так называемого поздравлений, официальную часть, и перейдем к пленарной части. Продолжение следует... 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 В 166-е годы я встеку в море. 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 Встеку я говорю. Я встеку в море. Я память! Спасибо. 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 Și este, deci, misiunea de bază inclusivă a institutului pentru a oferi sprijin științific la dezvoltarea sectorului zootecnic. Și, cum am spus, importanța acestui domeniu este una indiscutabilă pentru că ponderea produselor de origine animale, atât în viața noastră cotidiană, zi de zi, cât și în economia țării este una majoră și una foarte importantă, cum am spus, pentru o alimentație echilibrată omului avem nevoie de produse de origine animală. Pentru dezvoltarea, producerea acestora și ieșirea la un nou nivel inovativ, deci la producții intensive, avem nevoie de cercetări în acest domeniu, avem nevoie de multe chestiuni ce sunt de promovarea, conservarea, utilizarea rațională a diferite rase, la nivel național și a mai departe. În câteva cuvinte vreau să spun că, pe parcursul activității institutului, deci doar câteva file, vreau să spun că fermelor și complexelor zootehnice de tip industriale care au fost la noi foarte dezvoltate în Republică din anii șaptezeci, de la mijlocul anilor șaptezeci până în anul 80, până la, practic, la finele anilor 80, deci au fost o perioadă de ferite tehnologii industriale performate de creștere și exploatere animalilor, a fost creată de cercetătorii institutului și eforturi care au fost comune cu cei de la producere, a fost creată banca de genofodă, tăurinilor în care a cumpărat materialului, se minunau congelate tauări de diferite rase și linii, cu terezi care si sunt utilizate și astăzi în noi țeală republicană de însămțări articeale, au fost creat și numai de tipuri noi de tăurini, ovinii, suinii, grosuri de păsări cu caracteristici productivi și adaptivii superioare. Au fost implementate în fermele republice în sănțările articeale, deci inclusiv la specia bovină, ovinii și porc, s-au elaborat și s-au perfecționat multe tehnologii existente și diverse metode de profilaxie și asănare a animalilor, au fost implementate în producții tehnologii noi de preparare a nutriților, de alimentație normată a animalilor, rețete de prelixuri, diverse adaosuri furajeri, diferite de materie autoctone și inclusiv rezidului industriale. Pentru cercetarea și implementarea veterinară din țară au fost elaborate diferite metode progresiste, procedeii și schemei inovativi și eficiente de eradicare și profilaxie a maladiilor, la animale și pesări. Dătorită acestor elaborări teoretice, practice, eforturilor care s-au depus de mai multe generații de cercetători, pentru că institutul astăzi este un trept, un centru științific de profil științifico-practic sau veterinar, recunoscut în țară și pe stihotare, fapt pentru care avem și confirmarea de acreditare a Agenției Naționale pentru Asigurarea Calității în Educație și etc. Deci vreau să am mai menționat că fără structura bine organizată a institutului, care este reprezentată de subdiviziune de pe cea cea tare, deci institutul n-ar fi acel institut, ci n-ar fi acele rezultate, de ce eu vreau să mă opresc mai detadat la activitățile efectuate în care de institutul de subdiviziunile de bază pe care le avem la moment șapte, în primul rând Laboratorul Tehnologiei de Creștere și Explotare a Bobililor, conducător al acestei subdiviziuni, dr. Cameretat, confinițar, cercetător, domnul Focșa Valentin, ex-director al institutului, după această deja ați văzut, vreau să spun că acest institut a inițiat activitatea sa în mijlociune de la fundare a stațiunii și a avut pe parcursul activității mai multe realizări frumoase. Deci ca șef de această subdiviziuni care a fost în diferite etapă și secții și laboratori, deci primul șef a fost domnul Șerșov, apoi un Mat Vasilev, Șumilov, Dolgov, Smirnov, domnul Focșa Valentin, Alexandra Constrandom la anumite perioade de timp și din nou domnul Focșa Valentin după ce a revenit după funcția de director. Vreau să spun că activitatea laboratorilor se datorează, sigur, unui șâr de cercetători științifici care au activat pe parcursul istoriei acestui laborator și vreau să menționez aici doctorii Coleada, Salii, Konstantoglu, Marcinko, Soțchi, tatarul Gheorghei, cercetători științifici care, deci în indiferent de modernul, nu au fost cobrate științifici, dar au avut un aport foarte important în activitățile zi de zi a laboratorului, domnul Munteanu Gheorghei, Curuliu Pasiriu, Munteanu Ion, laboranții care fără care este imposibilă activitatea Ugaida, Vromolski, Ciubacro, Grădinari. Pe parcursul activității acestui institut, nu ați trădejare viață în imagini, deci una dintre cele mai importante realizări, în afară de tehnologii, deci banca de genofon, beta-urine și mai departe, una dintre cele mai importante realizări, a fost crearea și omologarea tipului, moldămiesc ca taurinilor folțate cu negru, deci care este și în prezenta Republică și care este o mândrie a institutului și prea considerat și un patrimoniu al statului. Deci, în continuare, vedeți imaginele date de activitatea ce ține de este imunogenetice a taurinilor pe care în laboratorul și acum sunt cu păiem că ar fi necesar de trecut și la metode mai multe. Sper că cu timpul o să facem și acest lucru. Doar noi trebuie niște resurse financiale și susținerea respectivă a Ministerului și a Organilor de Resort. Sper că vom depăși. Vreau spun că, vedem în imaginele diferite tehnologii și rase cercetate de laboratori, deci implementările, care s-au făcut de către instituturi prin proiecte de transfer tehnologii, deci finanțe alte de cătrea care ne vei niști în momentul respectiv. Avem un jur de nou tehnologii și, ulterior, trecem la următorul laborator, care este biotecnologie în reproducție și transfer de îmbrăuni. Acest laborator la PIO s-a format odată cu crearea studului și odată cu formarea laboratorului pentru însămânțări oficiale a animalilor. Deci, actualmente laboratorul este condus de profesorul universitar, laureat al primului de stat, au înverit doctor Habilitat și profesorul universitar, domnul profesor Dari Grigori. Vreau să vă spun că, urmând acea retrospectivă în activitatea laboratorului, vreau să spun că primul în chef de laborator a fost doctorul Habilitat Curatcov, apoi profesorul universitar, doctor Nauk Vasili, urmat de Dari Grigori, Secri, Guiscop și la moment din nou, deci laboratorul este condus, echipa de cercetare este condusă de profesorul Narek. În imagine aveți multiple realizarea institutului, deci, în primul rând, brălete care au fost proferite pentru tehnologiile elaborate în domeniul țărilor aceale, pentru mie, din timpulții noi, elaborate pentru unele procedeie legate de spărirea spermatogeneziei la taurii reproducători, la verii reproducători, deci aveți o imagine din mai multe imagine din activitatea zi cu zi a laboratorului, deci testarea materialului, seminal, elaborarea diferitor medii, cercetări biochimice oferite la nivel de, deci s-au conectat cu funcțiile reproductive ale animalelor, deci jos aveți și transferul de embrioni care s-a realizat în practica institutului și evident aveam și acele publicații care laboratorul pe parcursul activităței, mai ales, în special vreau să menționez în ultimii ani, oferă crescătorilor de animalii, oferă tuturor utilizatorilor de aceste materiale inclusiv folosate și pentru activitatea educațională, deci în cadrul facultății, în cadrul specialităților biotehnologie, în cadrul facultăților tehniei, deci următorul laborator care vreau să-l prezint, este laboratorul tehnologiei de creștere și de exploatare a ovinilor și capreilor, aici nu s-a menționat, doctorul Hervitat Petru Luțcano, deci este șeful laborator acestei subdiviziuni, vreau să menționez că, pe parcursul istoriei dezvoltării cercetărilor în cadrul acestei direcții de cercetare a istotului, deci au contribuit mai mulți cercetători științifici, deci vorbesc acum de Doubu, Șwedosia, Bablenko, Bogdanović, Buzo, Ion, Buzo, Jelena, Mașterele, Viltodienko, Silva, Domnul Oskanov, Pietro, Cercetorii științifici, Coțulienko, Frunze, Voronin, Cuscov, Liatina, Karlan, un șir de o prijame, întreabă ideea laboranți, după care am spus, de ce e imposibilă activitatea de cercetare în cadrului laborator științific. Vreau să vă spun că realizări foarte importante a laboratorului a fost crearea și omulgarea tipurilor de o vine țigaie, Moldovinesc pentru o lână, carne-lapte, deci în cele două firme a gospodăriei Cooperativ Agricole de Producție, Edith Alexander Peltu și evident tipul de o vine, pe acolo Moldovinesc pentru pelicene, carne-lapte, deci creat și omologată în Republica Moldova, care au foarte mari priorități pentru creștere în condițiile Republicii Moldova, ca fiind înzăstrați cu setul de genii aditiv necesar, unei rezistențe, mai bune pentru condițiile locale, au capacitate înaltă pentru productivitate combinativă, cel ce este foarte important în condițiile economice actuale din Republica Moldova. În imagini, vedeți, semiențe din acest laborator, deci, cum am spus, utilitățile laboratorilor au fost desfășurate în cele două direcții, cu rasa țigaie și cu rasa caracul. Vreau să vă spun că, în prezent, laboratorul lucrează în direcția mențeniei și dezvoltării fondului genetic a acestor tipuri, preate, dar și, în general, rase de o venită acuși, rase de o venită țigaie din Republica Moldova, ca un patrimoniu național și o identificare a poporului modal, poporului român, pentru generațiile viitoare. Vreau să mulțumesc colaboratorilor în acest laboratori, pentru asistența care oferă filmelor depresivă, pentru dezvoltarea lor, pentru consultații, deci și ajutorile practice care sunt în prezență oferite și laboratorul respectiv. Are impact, după cum am vorbit, iată, vedeți în imagine, direcția de caracultură, deci cu ceea ce trebuie respectiv. Acum, aș în perspectiva, de mai departe, laboratorul se ocupă cu testarea diferitor, diferitor, hiprizi și metiși, teovine al ovinilor țigaie cu rasele din port, vorbesc de rase pentru lapte și pentru carne, în scopul spuririi calităților productive, anume pentru aceste direcții de producție lapte și carne, ceea ce este foarte important pentru fermii astăzi, ceea ce este foarte important pentru randamentul fiernelor vicole din Republica Moldova. În imagine aveți, deci, acele realizări care s-au efectuat. Vreau să spun că laboratorul are o conexiune cu foarte multe ferme din Republica Moldova și una dintre direcțiile importante este și încercetarea caprililor, pe care, deci, instrupe, realizează atât pe populația locală de caprinii, cât și pe ușiri de metiși deja obținuți, chiar în cadrul fermelor, deci de gospodărilor de fermieri, vedeți în imagine, miei, jos, ies, deci, generația A2, dar, în partea de altă, vedeți, capra de generația A1, să ai capra locală, observați ce rezultate sunt obținute. Deci, o altă direcție, pe parcursul activității laboratorilor, a fost selecția și reproducția ieprunilor de casă, au fost testate mai multe rase, inclusiv o direcție importantă, hibridară, și propunerea acestor rezultate pentru fermierii noștri, care să aibă o radumea mai bună la meșterea ieprunilor. În imaginele de azi diferite recomandări, este o opțiune care a elaborat în ultimul an, acest laborator pentru terorie. Următorul laborator tehnologii de creștere și exploatare a suinilor, deci este condus în prezent de doctorul Ion Galica, doctor în agriculturi cu creța ceaștător, dar pe parcursul activității acestui laborator, cercetările, deci în direcția respectivă, au fost conduse la diferite etate, decât de doctorii Federitați, care au fost condus de domnul dr. Hasiliei Haria, deci vreau să mă mulțumesc mult cu laboratorii noștrii și direcții respectivite cercetării a institutului, deci domnul dr. Danilov Anătol, deci domnului Brediș Văriel, care activază în prezent celor, care au privat anterior domnul Ciorici, domnul Ceban și mulți alți, care au contribuit la dezvoltarea cercetărilor în laboratorul respectiv. Vreau să vă spun că, din anul 2003, de când a fost creadă întrebăriută emoții în hibrid, practic au fost cercetate și continuă aceste cercetări prin materialul existent, deci acele cinci arse, intensivi de suine care sunt baza, de fapt, producerii cărnii de port la nivel mondial, este vorba de rasă Petren, rasa Doroc, deci continuăm mai departe, rasa Landras, rasa Marele Alți sau rasa Ioceri, deci în imaginea vieții fotografiei ce sunt de testarea capacităților combinativii a diferitor rase inclusiv, deci pentru formele materne de obținos din diferite hibridări și pentru formele materne, cum ar fi Andras Petren, Iorșir, drog, și alte. Deci, laboratorul, la fel ca și celelalte ale institutului, oferă mai multe, ghiduri, practice, recomandări, instrucțiuni pentru producere, și pentru, cum a spus, educația, în domeniul respectiv, vedeață de imagine, diferite și inclusiv și cea, colaborare cu agenția națională de dezvoltare la Oaxă, pe care am fost fericitat în prezent. Laboratorul Tehnologiei de Creștere și Explotare a fost în lor, la momentul este condus de doctorul de științe agricole conferențeală, la citar, Universitar Domnul Betcu, Ior. Vreau să spun că acest laborator, la diferite etape, a fost condus, fiind diferite forme, organizați și caseții, dar și într-un timp separat, ca holding-ul alicolo, alicola Moldova. Vreau să vă spun că, datorită cu unii pliați de întregi de avanți, de cercitători, acest laborator s-a minținut și în prezent, și au unul de generalizări frumoase pe percursul oamenilor. Vorbesc, vreau să aduc aminte despre acei cercitători, cum sunt Socor Mico, Boris, Elixar, Cerceruc, Moliga, Sermo, Munteanu, Luchianov și alți, alți. Vreau să aduc aminte și de profesorii universitari, Tamara Solonina, Scutarul Ion, Succan Ion, care au activat în direcție respectivă și au prezentat pentru dezvoltarea ramurii alicolului Republicii Moldova acele rezultate frumoase. Și realizări care au avut, este vorba de diferite crossuri, Hibrizi, deci ne-am în timp de cristal, ne-am în timp de alte, de gâtgolaș, cum dovedesc, de crossuri primul, cum dovedesc, de pui broiler, etc. Deci, acestea sunt foarte mici. Care sunt, ca conducători, adiferite al programei de cercetări în ramurile alicole, putem menționa, domnul Păsvaru, deci, Ljubinski, domnul Succan, profesor domnul Băsbu, și domnul Šumanski, dar în prezent, cum am menționat, este conducătorul acestei subdiriziuni, este domnul Petcu, Igor, care realizează și consolidează aceste cercetări pentru viitorul dezvoltării ramurile alicole. Aveți la felă imagini din activitățile de laborator. Aici, în imagini, ne prezentăm, practic, rasele, hibriziile și crossuri, de care a fost preocupat institutul. Deci, practic, toți au trecut prin testările organizate de laboratori. Vedeți, metode intensivă de reproducție, la prezent, cunosite, deci, e vorba de însămțarea, oficială, e vorba de multiple forme de hibrizi, care se testează în tăducele adicole de-a Republică și care pot fi propuse, propuse fermierele, pentru a fi implementate. La fel, la fel, și diferite înghiberi și publicațiile legate de de școlă de zare, atât producătorilor din sectorul alico, cât și de mișlocit, utilizate pe procesul didactic, la specialitățile noastre. Următorul laborator este laboratorul nutriției și tehnologiei furajere. Acest laborator este condus la moment de doctorul habilitat, domnul Sergiu Coșman. Laboratorul are câteva direcții de cercetare, mai de bază au fost cele două, deci, tehnologiei de preparare a furajelor și folosării lor rațional în hane animalelor, și următoarea direcție fiind care sunt cercetarea digeritorilor aditivi furajeri, utilizarea lor rațional în hane animalelor, cercetarea digeritor reziniu, deșeuri provenite din industria alimentară, dar și în ultimul moment, una dintre importante realizări și cercetarea laboratorului este cercetarea unor plante furajerei netradiționale necesare pentru dezvoltarea bazei furajerei în Republica Moldova, pentru diversificarea acestei baze, faptul necesar, mai ales în condițiile schimbărilor climatice, cu diferite secete, etc. În imaginele aveți foarte multe realizări acestui laborator, metale imprimite, care sunt oferite, deci, seria de primixuri, cialdauze, proteine minerală vitaminice, care sunt, folosesc și eu, în prezent, în Republica Moldova, un producător vetel cu care colaborăm acestor primixuri, este, deci, fabrica medicamentului din mereni, deci, mai aveți în imagine și alte, secvențe din cercetările laboratorului, literatura elaborată, ghiduri practice pentru fermieri și pentru, cum am spus, și pentru educație în domeniul Zohaterhiei. Deci, trecem la laboratorul metodei de profilaxie, de combatere și profilaxie a maladii lor. Deci, acest laborator este condus din anul 1991, deci, de doctorul Habilitat, capigeanului Academiei Internaționale de Informatică, care sunt următor. Deci, domnul Măscarec Roman, vreau să vă spun că, până la domnul Măscarec, deci, ca conducător acestei subdiviziuni, deci, institutul, multe componență sau secție foarte puternică de medicină veterinară, în care activau foarte multe laboratoare, practic, de boli parazitare, boli interne, etc., etc., fiind, și ne mândrim cu faptul că, prin parcursul activității acestui laborator, au fost ca colaboratori academicianul Teodor Fordui, care a fost o perioadă prin vicepreședinte al Academiei de Știința Moldova, deci o personalitate marcantă din Știința Republicii Moldova, a fost membru-correspondent Scaldan, deci, cu care ne mândrim reproșatul, deja a fost membru, a fost doctorul habilitat profesorul Sputar și mulți alții care au condus cercetările și au contribuit la dezvoltarea acestui laborator. Deci, vreau să vă comunic că laboratorul respectiv are de bază în prezent cele trei direcții de cercetare importante, una dintre ele este monitorizarea și dezvăluirea mecanismului de profilăție, combatere a leucozei bovinei, deci un fragel care, practic, a afectat tot apimorul mondial, am în vedere, deci, practic, toate țările este o problemă cu care se confrontă multe țări. Deci, în domeniul respectiv realizările, domnul Caminian, profesor Roman Moskalic, sunt foarte importante, deci, inclusiv dezvăluirea mecanismului de transmisiune acestui virus, elaborarea metodelor importante pentru testarea și depestarea animalelor infectate de bovine, deci, metode rapide, cum este SH testul, bregătat, practic, în ultima perioadă. Deci, iată, în imagine, vedeți, acele rezultate de situații episodic relegate de leucoza bovină, care, deci, se reduce, practic, deci, instrucțiunile și elaborarea institutului. Ne mândrim că, în componența laboratorului, foarte bine, deci, s-a încatrat și cumulează activitatea de cercetare, deci, nu știu ce, domnul profesor Staciuc, care este, deci, acea punte dintre institut și amestitatea agrară. Deci, cercetări la avortonul continuu și în direcția dezvoltării, utilizării probioticilor, direcția obținerei de acestei probiotici, folosirea lor în practică veterinară, în practică zeotetică, pentru a crește productivitatea animalelor, pentru a mări rezistența, deci, animalelor la diferite maladii. Inclusiv, important este că acest laborator se ocupă și cu biocomersia deșeurilor organice, utilizarea vernicompostului, folosirea, obținerea și utilizarea, cercetarea calității, deci, ca și fertilizant, deci, posibilitatea de ecologizare în termenul sertifice, de orba de biocompost. În ultimul timp, laboratorul se ocupă cu folosirea microflorii eficiente în aceste procese, pentru ce, deci, eu ofers sincer înmulțumiri acestui laborator. Vreau să spun că institutul, am mai menționat, institutul a efectuat mai multe lucrări importante, deci, fundamentale, pentru procesul didactic, iată a elegeri imaginele, morba de monografie, deci, în diferite direcții și la biotecnologie animalelor, și pentru tipul creat și pentru nutriție animală. Institutul colaborează cu multe țări, astăzi ați avut posibilitatea să vă trebuie familiarizați unii din reprezentanțe a instituților, a diferit-o țări au luat cu mult și ne-au fericitat, în urmă de lătoane, în Belarus, în Australia, în România, în Ungaria, în Rusia, în Azərbaycan, în Kazakhstan, China și alte țări. Vedeți o hartă interactivă. În perspectiva, desigur, cercetărilor, avem testarea și folosirea reațională a formulului genetic, menținerea bazei naționale a raselor optoctone, pentru care avem nevoie și de niște utilaje mai sofisticate, și multe, multe alte instituturi, servicii de consultant, încă și este în topul celor mai importante schimbări și realizări pentru dezvoltarea sectorului zootecnic din Republica Moldova. Stimați colegi, eu am finalizat raportul, vreau să-mi cerți scuze de la toată audiența dacă puțin am depășit timp, cu toate că eu nu am cuprins foarte multe lucruri, vreau să vă arăt, făceți vă rog imaginea, ieșiți din acesta. Vreau să vă arăt și să vă spun că, deci cu lux de amănunte, toate activitățile laboratoarelor sunt prezentate în aceste guiduri, deci guiduri pentru, sorry, eu vreau să vă arăt, și cum am spus cu lux de amănunte, sunt descrise toate activitățile Institutului, evident, încât a fost posibil pentru publicații. Încă o dată țin să mulțumesc întrebului colectiv a Institutului, în special șefelor de subdiviziuni, șefelor de subdiviziuni auxiliare care le avem, deci tuturor laboranților, tuturor colaboratorilor, de la acei care oferă asistență necesară, deci pentru baza Institutului, până la membri echipii de conducere, domnul Petru, domnul Vitale Petru, cu care noi avem o colaborare, și eu sper că mi s-a reușit să fac o echipă, cu care putem, cu fermitate, afirma că Institutul are viitor. Eu, încă o dată, vă mulțumesc pentru audiență și cer scuze, pentru dacă am luat mai mult timp. Noi, domnule director, vă mulțumim pentru această expunere, atât de concentrată. Aștept să pun mult pentru Seele asta. Să vă mulțumim pentru informația, mai mult pentru curiță, pentru că nu aștept in care în care nu așteptă, nu aștept în care Doesnară, вам большое за связь науки с производством, за связь науки с нашим министерством, с Академией наук. Мы очень рады, мы искренне рады ваших успехов. Тем, что у Института есть, подчеркиваю, я, Украинская Академия наук, дьяторию еще раз. И большой привет членам Национальной Академии агромных наук Украины, с которыми мы тесно сотрудничаем. У нас 5 институтов биологического профиля в отделении и 8 институтов сельскохозяйственного профиля. Ни один из них не упустил шанса поработать, познакомиться. Мы очень признательны нашим гостям из Болгарии, выступающим из Румынии и других стран, дружественным к нам. Несмотря на сложность пандемии, перед экраном сегодня подключились десятки-десятки наших коллег. И это нас очень радует. Спасибо большое. Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. . . Спасибо. . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. . 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 В Украине, как видим, большинство таких хозяйств используют гибридные линии кроликов и типов стиля и значительно меньшее количество чистопородных животных. На Розеландской, Калифорнийской, Калифорнийской, Украины, Калифорнийской, Калифорнийской, Калифорнийской В то же время при усадебном хозяйстве. В то же время при усадебном хозяйстве, в ходе актов, переведены в предыдущих слайдах, но у кроликов предводов существуют большие проблемы где достать качественно принимая поголовье на слайде определенные проблемы проблемы отрасли коврикого санкармения термином и терапевтической базы ютенарного обеспечения в частности низкий уровень системы полноценного кормления крови колоколизательных хозяйств обустаёшься коврикого производства и отсутствие современной лаборатории качества кормов научные исследования по велиководству в период 16-20 годов проводились двумя научными учреждениями Академии Академии Аграрных клубов, Точеркарская опытная станция биоресурсов, Институт животноводства и Прикорпанские государственные средства и опытные станции. Основной задачей, которая обеспечивает группу поисковых совершенствами существующих метров повышения производительности коврикого в условиях промышленного и предоставленного разведения. Для нормативного методического обеспечения отрасли коврикого обученными Чаркасской опытной станцией биоресурсов названия генериалов, но разработаны ряд программ развития коврикого областей, стратегии, концепции развития коврикого областей в Чаркасской области и проекты по некоторым предприятиям, обслуживающие корпоративы, сельскохозяйственные подслуживающие корпоративы. Чаркасской сельскохозяйственные станции биоресурсов по заданиям программ научных исследований и руководства на основе проведённых исследований, разработанных и опробирующих способов повышения производительности ковриков через оптимизацию параметров микрофильмов в помещении закрытого типа. Идентифицирован уникальный XCR-маркер для кроликов породы полтавское серебро, который может быть использован для подбора парк для региализации в цели получения максимальной генетической изменчивости патрульцев. Системы скрещивания популяций кроликов полтавской серебро и получения породы кроликов для интенсификации их области ковриководства. Способ комплексной оценки кроликов по количественным и качественным показателям производительности. Результаты исследований же освещены в профессиональных комплексах в юридических рекомендациях. На основе проведённых исследований внедрены использование селекционных индексов в оценке племенной ценностей кроликов. Система оптимизации параметров зарезания кроликов в помещениях различного типа. Способ повышения местной продуктивности кроликов при промышленной технологии и содержании условий при усадебных хозяйстве. Способ индексный оценка кроликов в среду улучшения их продуктивных и продуктивных качеств. Схемы введения селекционно-прямой работы с компуляциями кроликов. Мы выберем значимым разработкам нашей обыдной станции до последние годы. Вместо устройства для экспресс-отмерения и мониторина основных и климатических параметров животноводческих помещений. Соответственно, применяется ученым в наших институтах для исследований параметров ингредиентов агрономических помещений в том числе и кролиководческих. Выполняет оперативное осуществление оценки санитарно-гигиенических условий содержания животных, принятие соответствующих управленческих решений по системам обогрева и вентиляции помещений. Также разработано свойство для предъединения показателей микроклимата и содержания вредных веществ в атмосферном воздухе. Разработан способ автоматизированного управления микроклиматом в помещениях как же институтного ритма. Разработан способ повышения производительности хроники через оптимизацию параметров микроклимата в помещениях закрытого типа. В настоящее время разрабатывается документация для регистрации прибора и его промышленного производства. Совершенствовали автоматизированные системы длинного учета кроликов ОСПОК, которые содержат компенсационную функциональную модульную систему. Проведен анализ генетической структуры кроликов при чистотопородном разрядении и межпородном свече по ЭССР маркерам. Использование методов ОССР проведена анализическая паспортизация и светлого полялофон популяции кроликов пород советской чуншилы, белой великан и полтавской середровки. По определенному опусу великодородному быть методоспецифичными макулярными маркерами породы полтавской середровки. Забота схемы скречивания кроликов, использование разработанных схем скречивания кроликов позволяет повысить эффективное сведение над темной работой популяции кроликов желовой массы у нас не кого до 17 дней 2,5-5,5 килограмм желовой массы. Воспроизводящая способность крючих 7-10 килограмм Разработана система оптимизации параметра микрокримата помещений для содержания кроликов промышленной технологии, установленная влияние микрокримата на показатели производительности кроликов при содержании их нетипических помещений различной конструкции. Использование данной разработки обеспечивает снижение соответствующего соединения кроликов на 15-17%. Установлено влияние параметра на показатели и генетической ростов породы. Создана информационная база популяции структуры троих генетических пород по селегционным генетическим показателям. Упределены показатели воспроизводительной способности самцов и самов колитоматичной и зарубленной селекции их генетической ростов породы. Гори. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДimaTorzok DimaTorzok 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 То есть, в некоторых отношениях, которые были эффективны, например, в заболоколозе, практически они будут активны в использовании стемиологов. То есть, это не будет, что-то более эффективно в годы. То есть, как мы будем использовать рациональные антибактериелы в зоотехнии? Аминь. в конце концептики, в конце лёвы, в конце лакеи, вreichалу из-факции, они становятся резистентно в среду и обозначают в машине, и в качестве обозз swapенцы, соответствующие антибиотики, а соответствующие антибиотики, которые находятся как избегает организма, в результате, в результате. Что это дусло на операция резистенции antimicrobriente? Первое, использование экшесива в биопы, которые были использованы в стопе профилактики. Или эмолосхема в стопе в стопе, в стопе, в стопе, в стопе, в стопе, в стопе, и, конечно, это не конкурива или не умерение интернар, но все еще и сполнатия, и у нас очень много публика, которые использованы антибиологи, которые используют антибиологи, которые пропутали. В эти динамы, что с этим использованием разрушено как антибиологи, которые будут в対象, у них не контакт с эти группы антибиологи. Трапия, что они не используют в оперативнуюtown. Также, если вы хотите, то можно откроет? В этом случае, в этом случае, в доме, это, конечно, в различные которые, например, начальними врачи, именованные, которые не будут покупать. В Америке Молдова с родителями четыре или пять лет не будут покупать антибиотисы. Но они не будут покупать антибиотисы. Эта работа функционирует, са начать активность в доме, но мы не можем, чтобы не было, но мы не можем, чтобы не было, чтобы не было, с контролем, в зависимости от использования антибактериелых в инфраструктуре. Одна проблема является использование профилактики, в зависимости от интервенции, Симпатериозом. И это не так, что мы можем использовать антибактериенов, которые, и раз, душе на формирование одной организации resistente на эти группы антибактериенов. Интересная антибиотикилор или антибиотикилор по нервону, или оригиня эротик, и раз, это не проблема. Эти антибиотикилор не имеют вакцина, конкретно, ассутра нерозалор, Но, конечно, это медицинская приманная, как и уманная, используя для того, чтобы combать флору bacterialную, в которой они используются в процессе патологических заболеваний. Умного момента, в том числе, это распределение микрофлории с резистенцией антибиотики, в зависимости от гигиена. В factualе иметь использование, которые в сомн деле у иметь института и лечения, в том случае в институте иметь и какую-то обредок, института of института, которые не могли пройти в таком состоянии, они иметь в том, они иметь в педру, как они из из-за того, как представление в действия, в последнее время иметь и click на имите в организму. Их не могут выполнить этот действитель. А также, первичные камеры они находятся в том, что они, из-за того, что они растут в инженциях, и организм гуман, которые заполнят на реализацию. У момента очень важные моменты, которые будут финализированы. В этом случае, когда мы начнем, то есть нормализация 2 или 3. И этот момент очень важный момент, который находится в формировании резистенции в микробиене. Управления для института любовных института, находящих общественных институтов в среднем института. То есть, как в этом случае, я думаю, что в зависимости от сопротивления лодов от антибиотики. Я думаю, что здесь у вас есть сцептие, которые в республике, в которые спрашивают, что в состоянии заболевания лодов, которые помогут лодов, которые помогают лодов, антибиотики, и в результате, Здесь есть очень много много пар, но в процессе, что в том, что я не могу указывать. Значит, какой процесс работает, который актуально, принадлежит? Да, мы теперь мы вместе, с акцией антибиотерии, а majoritateа из них, которые будут измениться от различных действий, которые активно акционируют, или используют в tratании. Таким образом, нам не д talvez нам почему, что мы можем сказать, что в момент момент, когда мы имеем воплощную энерапию, мы можем говорить о всему союду, что не на самом деле эруйственных целях, альпуне, которые мы можем увидеть социальными глупыми воплогами и форму того, что это же прилипает. что они получают толпы резистенты, czyli подтверждение в старых медицинских вакцах, в общем-то вакцах и и вакцахе, которая сохраняется с этим клюк�фом вакцах global. Эти очень многие Namen лечения вакцах, а это очень важно от примера, когда эти антибиологиесы будут прежде чем вакцах, Продолжение следует... изоляция. Продолжение следует... 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 Пожалуйста, ваша презентация на нашем премьерном заседании. Я всегда благодарю лично за то, что вы с нами на сегодняшней нашей конференции. Спасибо. Пожалуйста. Уважаемый Олег Александрович, разрешите поздравить вас и ваш коллектив от Национальной Академии Наук, от отделения аграрных наук, аграрного отделения Национальной Академии Наук, от нашего научно-практического центра по животноводству Национальной Академии Наук с вашим юбилеем. С юбилеем именно вашего института. Хотим пожелать вам процветания, успехов, мощного продвижения вперед идей и технологий. Хотим, чтобы вы известны были широкому кругу стран, ученых. Хотим пожелать вам счастья и здоровья. И надеемся на широкое сотрудничество и взаимодействие во всех вопросах животноводства. Во всех вопросах животноводства. Поздравляю от души и от всего сердца нашего коллектива. Тем более, все-таки это наша стезя животноводства, ветеринария, которая много сделана, много прошли, много школ. И приятно сегодня осознавать, что вы сегодня смогли пригласить нас и выступить, и поучаствовать в вашем, и порадоваться за вас и за ваш коллектив в этом юбилее. Спасибо вам. Спасибо, Александр. Спасибо за темное слово. И, пожалуйста, дать вам. Олег Александрович, пусть ваши организаторы мне дадут возможность включить презентацию у меня. То есть, уважаемый Александрович, уважаемый председатель, уважаемый организационный комитет, благодарю вас за возможность выступления на своей представительной встрече. Большое спасибо. Я уверен в необходимости и состоронней значимости данного мероприятия в проблеме повышения качества жизни людей и их здоровья. Сегодня в числе приоритетов государственной политики Республики Беларусь, так и любого государства, входит повышение уровня здоровья населения, что является неотъемлемой частью в создании условий, обеспечивающих достойную жизнь и развитие человека. Существенной составляющей реализации этой задачи является создание новых лекарственных препаратов, инновационных функциональных пищевых продуктов, пищевой продукции для питания взрослых и детей. При этом на сегодняшний день очевидно, что достижение этих целей возможно только с внедрением инновационных технологий, в частности с использованием биотехнологий. Благодаря успехам молекулярной биологии и геноинженерии стало возможным получение и трансгенез ДНК-структур, содержащих человеческий ген и отвечающих за биосинтез регуляторных белков. Технология получения рекомендантных белков человека с молоком животных-продуцентов позволяет получать различные белки в больших количествах, делая возможным, в том числе с экономической точки зрения, вовлечение в хозяйственный оборот не только лекарственных средств, но и пищевых средств на их основе с применением рекомендантов белков в жизнедеятельности человека. На этой таблице сравнение систем экспрессии для получения рекомендантных форматических белков показывает, что наиболее приемлемое свойство для получения белков является животное, то есть их экспрессия белков в животных-продуцентах или в имени животных-продуцентов. Так вы видите, здесь посттрансляционная модификация и геликолизирование находятся на первом месте. Очистка белков такая же, как и у всех, и уровни продукции и инвестиции практически одинаковы во всех системах. Если мы посмотрим на эффективность использования различных биологических систем, то здесь видно, что себестоимость получения рекомендантов белков в молоке животных-продуцентов является наиболее низким. Потом идут растения, грибы, дрожжи и культуры клеток меликопитающих. Значит, технология была реализована на примере белка лактоферина человека, продуктируемого молока КОС. Как известно, лактоферин – это белок, проявляющий важнейшие функции, таких как антивирусные, противовоспалительные, антибактериальные, противоопухоли модулирующие, антиканцерогенные, бактериостатические. Данный протеин, вероятно, станет одним из основных и доступных средств в профилактике различных болезней людей в этом столетии. В этом смысле приобретает особое значение получение лактоферина в больших количествах. Одним из промышленных источников синтеза лактоферина человека могут стать трансгенные животные, вырабатывающие данный белок с молоком. В 2003 году была принята программа Союзного государства «Беларустрансген» правительствами России и Беларуси. Заказчики мы выступили в Миноборнауке от России и Минздрав, от нас выступили в Национальной Академии, также Минздрав. В Институте биологии гена были разработаны генные конструкции, а также проведя на микроинъекциях и сделаны мыши-продуценты лактоферина человека, было изучено молоко продуцентов мышей на наличие лактоферина. Слышно, да, меня? На наличие лактоферина. И полученное количество лактоферина в молоке мышей составило более 40 грамм на литр. Далее в нашем научно-практическом центре шло строительство биотехнологического центра, и мы готовились к совместным экспериментам. Общая схема получения лактоферина показана на этой схеме. Генная конструкция внедряется в оплотворенную клетку козы на стадии пронуклиусов, дальше идет пересадка рецепиента или суррогатной матери, и дальше идет рождение приплода. Вот наш биотехнологический центр, который мы построили. Были проведены с российской стороной совместные эксперименты. Вы видите суперавуляторный яичник. Получены два трансгенных производителя, лак-1 и лак-2. Удивительно было то, что они были получены по разным двух конструкциям, которые были получены на модельных животных у мышей. Исследования показали, что трансмиссия трансгена приплода F1 составила от первичных трансгенных производителей 26,8%, а содержание лактоферина у F1 у дочерей составило 4,9 грамм на литр. Потом же, позже, трансмиссия трансгена приплода от производителей F1 первого поколения уже составила 51,6%, содержание лактоферина у дочерей составило 6,2 грамма на литр. Когда производилось скрещивание трансгена не с трансгеном. Передача лактоферина потомству в поколениях показывает, ну, тут до 2016 года, но, в принципе, и на сегодняшний день среднее количество трансгенных передача составляет 43,9%. Я повторяюсь еще, когда скрещивали животных с трансгеном. БГУ, Белорусским государственным университетом, в рамках второй программы была разработана лабораторная технология выделения лактоферина частотой более 95%. Различными способами изучения оценки лактоферина – это спектрофотометрия, это электронный парамагнитный резонанс, пептидное картирование, кликозилирование и так далее, масс-спектрометрия – было указано в БГУ, что наш биоаналог лактоферина человека, полученный в трансгенных животных и лактоферина женского молока, идентичный. Были подготовлены ряд документов, это технические условия на молоко-козе с лактоферином человеческим, а также технические условия на лактоферин сам и технические условия на две биологические активные добавки, которые сегодня продлены до 2030 года. Единственная лаборатория в странах СНГ, аккредитованная, она создана сегодня в БГУ в области количественного определения и оценки подлинности лактоферина. В рамках второй программы также было расширено наше существующее производство, вот это есть научно-экспериментальное производство по трансгенезу животных, эти фермы, где содержатся козы-продуценты. Это молочный блок, это сенохранилище, установка Вестфалия для доения животных, это молочный блок для доения молока в раздельные, от полученной от животных-продуцентов и обычных животных в раздельные емкости. Создан банк сперматранизационных производителей, чем мы обезопасиваем себя в случае каких-то непредвиденных обстоятельств. На сегодняшний день численность по голове составляет 283 головы, из них 190 голов животных-продуценты, это самки всех возрастов, 3 производителя и 93 головы нетранзигенных животных. Мы прошли в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, была проведена государственная экспертиза безопасности генноинженерных животных и даны рекомендации или даны полностью разрешения на использование трансгенных коз в хозяйственных целях. Сегодня мы в Министерстве Хоспрод должен будет зарегистрировать наших животных, но нужно сегодня внести некоторые изменения в закон Республики Беларусь о безопасности генноинженерной деятельности. В Институте микробиологии Национальной академии наук была создана лаборатория белка с экспериментальным участком для масштабного производства рекомендации локтоферина человека, оснащенного соответствующим оборудованием. Вот это общая схема получения белка. Многие технологи, которые работают с молоком, знают прекрасно, как это молоко сепарируется, делается микрофильтрация, ультрафильтрация, потом идет хроматография, еще несколько манипуляций и очищается локтоферин. На выходе может быть получен локтоферин чистый, 70-90% чистоты или локтоферин, содержащий продукты. Это оборудование, демонстрирующее этапы выделения белка, установки чиллер и так далее, установки для ультрафильтрации, хроматограф, леофильная сушка, система диагностированной воды. Институтом физиологии Национальной академии наук, я немножко остановлюсь на биологических свойствах. Институтом физиологии Национальной академии наук показано, что биоаналог коктоферина человека оказывает положительное влияние на воздействие микрофлору кишечника, способствует нормализации при антибиотико-ассоциированных дисбактериозах. Активизирует процессы метаболизма, выражается снижение уровня глюкозы, холестерина и липопролеида в низкой плотности и увеличение содержания тестостерона. Стимулирует углеводный и белково-жировой обмен в перешеволительной системе, активизирует клетки иммунной системы, секреторные процессы в желудочно-кишечном тракте. Снижает выраженность дистрофических и некротических процессов язвы образования в тонкой кишке при экспериментальных колитах. Препятствует развитию воспалительных процессов в кишечнике. В эксперименте установлено, что лактоферин способствует снижению количества клеток костного мозга с обрежением хромосом после воздействия циклофосфана и уменьшения количества индуцированных уританов аденом легких мышей. Было изучено противовоспалительное действие, показано противопротекторное пролонгированное действие, противотоксическое действие эндоксина кишечной палочки. Были изучены пролиферации и дифференциации клеток некоторых опухолей инвитро, показано, что они уменьшаются. Здесь лактоферина указана на культуре клеток атипичной терратоидной, ровнойной опухоли, показано, что лактоферин действительно губит клетки в различных концентрациях. Против кругломелкоклеточных клеток, злокаточных и кругломелкоклеточных в нейробостому человека также. А также на гибель клеток ганглиоглиома человека, как с тезостатиками известными, так и отдельно. Также показаны некоторые действия лактоферина на уменьшение воздействия болевых эффектов. А также на когнитивные функции указано, что однократная интерназальная аппликация лактоферина привела к достоверному увеличению общей двигательной активности и ориентировочной исследовательной активности крыс. То есть лактоферин способствует увеличению двигательной активности животных. Поэтому мы сегодня можем говорить о том, что он способствует повышению различных функций организмов физиологических. Институтом генетики и цитологии Национальной Академии обнаружено ингибирующее дозависимое действие лактоферина на раковой клетке легкого линии А5-549 и на имитаризированную линию филополастов человека. Республиканским Центром по эпидемиологии и микробиологии Министерства здравоохранения на основе лабораторий председаний против вирусных свойств лактоферина Показана средняя активность против лактоферина H5, против вирусов H5N1, а также патогенного гриппа птиц. В Системе экспериментальной ветеринарии разработан комплексный препарат противовирусного бактериального иммуностимулирующего действия лактоферина для профилактики и терапии пневмоэнтеритов поросят. Ну и перспективные направления, которые могут быть использованы для лактоферина – это профилактика инфекционных и других болезней человека всех возрастов, разработка биологически активных добавок функционального, диетического, спортивного и другого питания, профилактика и лечение заболеваний полости рта, парадонтит, стоматит, кандидоз и другие, профилактика и лечение гинекологических болезней человека, разработка лекарственных средств для комплексной терапии различных онкологических заболеваний, разработка ранозаживляющих препаратов, включая препараты против ожогов, нагноений, разработка средств косметики и личной гигиены, разработка ветеринарных препаратов для лечения и профилактики болезней животных, разработка кормовых добавок для всех хозяйственных животных с использованием лактоферина как пребиотика и много еще других разных аппликаций или применения лактоферина. Сегодня в Национальной Академии Наук разработан план по получению и применению рекоменданта лактоферина козпродуцентов на 2018-2021 год и разрабатывается на следующий этап. Это в последующем направлении – это совершенствование стадок козпродуцентов лактоферина, переработка молока, выделение вилка, оценка и характеристика лактоферина человека, биологическая активность, использование лактоферина человека в направлении создания лекарственных средств, использование лактоферина человека в жирноводстве и ветеринарии. Ну и про SARS-CoV-1. Сегодня на протяжении этого года, когда началась пандемия, началась пандемия, опубликовано уже более 100 статей различных ученых. В этом году проводится конференция в Китае именно по лактеферину человека. Очередная конференция. Ранее она проводилась во всех странах мира. Я присутствовал на четырех и докладывал там наши результаты. Но вот сегодня последняя статья. Просто хочу обратить ваше внимание о том, что специалисты Мичиганского университета протестировали более 1400 препаратов, одобренных в продаже в США на эффективность против коронавируса. Среди них обнаружили 17 препаратов, уничтожающих SARS. Причем наибольшую эффективность показала пищевая добавка лактеферин, который получают из молока и свободно продают без рецепта. Здесь касается корови лактеферина. Ученые сообщили в этом журнале PNAS. И вот здесь ссылка идет на эту статью, и в этой ссылке будет именно на оригинальную статью. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Александр Иванович, огромное вам спасибо за презентацию. Очень интересный доклад и очень актуальный. Я думаю, что в развитии этого направления, наверное, одно из самых перспективных из того, что мы сегодня знаем. И получение лактеферина, его использование, тем более, что те исследования, которые показали уже африканские учебные, и возможность влиять на коронавирус, скажем так, без указаний его правильного наименования, то это, наверное, очень серьезно и очень перспективно для исследований. И очень важно, что в этом исследовании, то, что мне понравилось по вашему оплату, что действительно подключены мультидисциплинарные грузы, связанные с глубоким изучением, с основанием изучением его. И очень важно, что это пошла именация техников, собственно, семья, возникновских коллег, ну и, естественно, людей, которые занимаются этим вопросом, поскольку он очень важен для сохранения здоровья человека, для влияния на какие-то патологические процессы и так далее, и так далее. Еще раз вам огромное спасибо и за связь, что вы с нами, и за поздравление, и, естественно, зная, что у вас есть новое руководство, пожалуйста, от меня лично, хотя мы не знакомы, то есть передайте самые лучшие пожелания и здоровья, добра и процветания коллектива вашего института. Еще раз спасибо. Спасибо. Спасибо, Александр Иванович. Спасибо большое вам. Спасибо. Будьте здоровы. Снима встречи. Продолжение следует... Снима встреча. Продолжение следует... Снима встреча. У вас, как бы я говорил, Снима встреча. Когда-пока-портомо. 분명 от партнерских правилах населения, то есть партнерских церковных процессов, которые будут в САДЕСКСИЯ, которые были работ predictable, то есть репорт良, который был организован в СЕДЕСКИ которые могут быть экстраболаны по два других стран, и есть многое, многое, так и более, более, более. То есть, первые материалы, которые были первые для индустрии, что не только у них есть проблема, но и не только, что большинство экспортных, У нас есть много проблем, как идея, прячера и правительства, много, много интересного, много интересного инкорректа, много интересного интересного, или даже обтягивания этих людей, etc. И многие, которые были представлены от коллеги в первую очередь, я, еще раз, рекомендую информацию о их, потому что они не смотрят, они не смотрят, но я думаю, что у нас есть идеи, церковься, для нас есть идеи, для нас есть идеи, для нас есть идеи, для нас есть какие-либо дискуссии, в конце концов, в том числе, в том числе. И я думаю, что у меня много паузы, технику и тимп для патра за 60 минуты, как снимать и тимп. И я думаю, что я с ученым, честно, на ассистент за IT и ОКК, но я так и коллекционный, как Романа Шанцарет. Спасибо. Спасибо. Спасибо Möglichkeit, Станат Шульнич. Уважаемые коллеги, все, кто подключены в онлайн, сегодня оставайтесь на связи. 45 минут, техническая пауза, так называемая, и потом продолжим на работу нашей конфликции, но уже по секционным докладам. Я сразу хочу сказать, что модераторами этой секции будут главные коллеги из института, из руководства института, это заместитель директора по научной работе, доктор, доцент Игорь Ветко и ученый секретарь института, тоже доктор, доцент Татьяна Ухова. Продолжение следует... 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 Мы осуществим, что они уделяем, что они уделяем, что они не успеют, что они не успеют, потому что, как я повторяю, мы не успеем, мы не успеем. В этом году я предлагаю уведомить уведомление коллеги, дамы и дамы очень хорошо познакомиться с учетом, который я предлагаю вам уведомление, то я предлагаю доктор Татьяна Лукомов. Спасибо. 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 Таким образом, заявленный первый участник в управлении нашей помидором Иван Андреевич, если вы на связи, профессор Института Животного страны на Украине. Я на связи, слышу вас. Прежде всего, я хочу присоединиться к поздравлениям, которые уже звучали в адрес вашего института, и поблагодарить за возможность обнародовать результаты исследований группы овцеводства, института животноводства Национальной академии аграрных наук. Если можно, по демонстрации экрана, позвольте мне я... Так... Окей... Пока что организатор отключил демонстрацию экрана участников. Да. Сейчас все будет. Угу. Чтобы не тратить время, тема моего доклада «Влияние технологий выращивания генотипа ремонтных ярок на их развитие и воспроизводительную способность». Я сразу хочу остановиться на актуальности вопроса немножко в связи с возникшими проблемами, обусловленными рынком шерсти, особенно в последнее время. А также снижением цен закупочных и спроса на особенно на мереносовую и полутонкую шерсть в Украине, ну, как в целом и в мире, перед производителями возникла проблема, которую решают, ну, разными путями. Некоторые идут на уменьшение численности овец и избавляются от поголовья. Некоторые переходят на культивирование других пород. Вы можете, прошу прощения, включить демонстрацию. У нас все готово. Пожалуйста, демонстрация экрана. Вы можете демонстрацию экрана поделиться. Я… Так… Демонстрация засветилась, но… Поделиться, да? Поделиться. Все. Значит… Все хорошо, да? Да, 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 я вижу, я вижу. Значит… Я уже остановился на актуальности вопроса. Актуальность этой проблемы, озвученной, состоит в том, что проблемным стал рынок шерсти в Украине, особенно рынок мереносовой и полутонкой шерсти в связи с уменьшением спроса и закупочных цен. В связи с этим возникли проблемы у производителей, которые толкают их в направлении или уменьшения численности поголовья, или переход на овцеводство специализированного мясного направления. Появился интерес к породам многоплодным, а также в последнее время идет несвойственное для Украины культивирование мясосальных пород овец. Что касается этой проблемы и методов решения, к которым прибегают производители, то они являются собой угрозу сужения или полного уничтожения генофонда существующих отечественных пород, тонкорунных особенно, и являются неприемлемыми для хозяйства с давней историей развития мереносового овцеводства. В связи с этим мы склонны к тому, чтобы постепенную трансформацию существующих мясошерстных тонкорунных пород и шерстно-мясных посредством селекции за такими показателями, как интенсивность роста в раннем возрасте, высокая оплата корма приростами живой массы, убойный выход, а также новая скороспелость, полиэстричность и повышенная воспроизводительная способность. В связи с этим мы предполагаем использовать и новые технологические приемы, и генетическое влияние посредством чистопородного разведения и привлечения генотипов других пород. Работа нами выполнялась в условиях опытного хозяйства нашего института института животноводства, который является племенным заводом по разведению харьковского внутрипородного типа овец породы прикос. Целью работы стало изучение влияния технологий выращивания ярок разных генотипов, их отъема от матерей в 90-дневном возрасте, на их развитие до 10-месячного возраста и воспроизводительную способность при раннем осеменении. Исследования проведены в связи с линейной принадлежностью животных, а также в связи с способом содержания. Испытывали стойлово-лагерный способ в этот период и лагерно-паздничный. За период опыта животные находились в одинаковых условиях относительно кормления, с той лишь разницей, что способ содержания определял систему скармливания кормов. С учетом развития ярок при праздничной лагерной системе, методом гаремной случки осеменяли их в растяжении 10-месячного возраста 35 дней в ноябре месяце методом гаремной случки. Учитывались показатели развития возрастной динамики, а также заключительные показатели продуктивности при монетировке и стрижке в 15-месячном возрасте и воспроизводительная способность животных, которые осеменились. Результаты исследований показывают, что яркие, отобранные для опыта в возрасте 90 дней не имели достоверных различий по живой массе, и они имели живую массу на уровне 19 кг. пациентам. После перевода на исследуемые системы содержания мы видим, что уже к 180-дневному возрасту образовалась тенденция преимущества животных, содержащихся по ПЛС системе, разница в 9% в пользу этой системы содержания, и эта тенденция усиливалась и возросла до 19 и 21% в 270 и 330-дневном возрасте по окончанию опыта. Живая масса животных в сравненных группах составила 43,8 и 53,1 кг. Учитывая то, что яркие второй группы уже в конце опыта почти на 21% превосходили показатели, которые выдвигаются по требованиям для животных класса элита этой породы в годовалом возрасте, было решено провести осеменение этой группы маток, ярок, и в результате был проведен также учет продуктивности уже на момент их бонетировки в 15-месячном возрасте. Значит, установлено, что яркие оплодотворившиеся за период суягности увеличили против 10-месячного возраста живую массу на 12% и достигла она 60 кг, а их неогнившиеся сверстницы до 63,3 кг или на 12%, которые случались и выращивались по ЛС-системе. При этом различия в настрягах были незначительные, 4,9 и 4 кг процента. В группе выращивания по системе СЛ содержание в летний период увеличение было существенным и яркие практически компенсировали задержку в их росте в существующем возрастной период. К этому показателю они лишь около 3% в 15-месячном возрасте отличались от сверстниц, выращенных по пазвищно-лагерной системе, при этом уступая неогнившимся, но превосходя огнившиеся сверстниц, выращенных по другой системе. Исследованием воспроизводительной способности установлено, что оплодотворяемость составила 53,6%, в том числе двонями 2%, и жизнеспособных и мертворожденных огнят было лишь 5,7%. Охранность за период 30-дневного выращивания огнят под матками 98%. Изучением генеалогической структуры окатившихся животных было установлено, что на линию, традиционную и основную линию, в старую породе этого стада приходилось 16% окатившихся маток, 29% приходилось на линию, вновь созданную, но еще не апробированную, на основе кроссбридинга с романовской породой, и 55% приходилось на вновь созданную линию на основе кроссбридинга с породой мериноландшафт. Изучением развития приплода установлено, что за 30 дней выращивания живая масса ярочек увеличилась от момента рождения в 2,8 раза, баранчика в 2,9 раза, а уровень кормления обеспечивал высокую молочность маток и, соответственно, высокую интенсивность роста ягнят, выше 250 кг в сутки в среднем. При этом баранчики превосходили ярок на 9% по этому признаку. Оценка стоимости полученной продукции от самих ярок, а также с учетом живой массы ягнят в 30-дневном возрасте, стоимость полученной продукции в расчете на выращенную при ПЛС системе содержания и ягнившуюся в 15-месячном возрасте яркую на 10,5-13% выше против неогнившихся сверстниц, выращенных при обеих системах содержания в этот период. И составило больше 4,5 тысяч гривен. Учитывая то, что выводы в основном были озвучены в процессе комментариев, полученным результатом, я позволю их не зачитывать в целях экономии времени. Благодарю вас за внимание. Если будут вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Спасибо. Интересный доклад. У меня предлагаются вопросы, обсуждения, перенести финансовую часть нашей конференции. Ну, опять-таки, за экономию времени. Спасибо. Докладчик Украина, Катеринич Олег Александрович. Тема доклада «Экономическая эффективность и использование курсов с вами продуктивностью». Вы на связи. Катеринич Олег Александрович. Перейдем дальше. Если заявится, конечно, да. Следующий докладчик Республика Мудова. ЧИЧТИ привин «Телеситета платилор Болария Пасторана», «Кандидата» и «Кандидата куража» «Тянуты и Паечтер» «Перепарту националу Орхеи». Мирона Иона, директор Мудова. Президент Мудова. Президент Мудова. Документ Мирон не ось презент. Аккума е на семинар. На Андре. Бине. Финка дунеастра сундец на регуляторах ко мне, сундец уже на эфир. Да. Существо, дунеа-востры? Буна зива. Дак спати... Дак... Дану-с экстрасенсив. Дак ну-с десхиде, я вам трябиться на дуне-востры. Абдеться поста дуне-востры. Дак ну-с десхиде. Куперерий пирол, они не поштай пи... Телефонумов. Документ Мирон не ось, но не ось, но не ось. Ам цэлес. Аккушу... 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 Поць маунис? Думеа-востры птецц презентады по экрану мастра, рапоту. Нажмай цикну пачку демонстрация экрана. Че вааси веди? Деокамдата му. Донусто, ты, поэте, вы великих нетрозил? Апостас и демонстрация экрана и поделиться. Ребеним декоративно? Дома Церниев Ивану, докторан. Рапорт-ul Интуиенца генотикулы виреорасупра дизлотарии органелори интерне и формарии продукции кармелы, цепи злойнеа. Дома Церниев Ивану, сути аичи? Да, 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 я тут аичи. Да, пофей. Буна Зима. Буна Зима. Продолжение следует... 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 Диференции significативы между хибридами привык греутатой ими не совсем наладо. Спина есть орган, который, при нивеу де-извольтарей, индика о старе организму оплаты в крестере. С дателем презентации у стабелы генотек, что есть диференции аутентича между хибридами, в амините лотки. Аша, дар диференция динтри лотуре 2 и 3, конституя 0,3 килограмм. Градовый диземнификации стабелы генотек егал 0,399, и между лотуре 4 и 5, диференция афорта галата по 0,322 килограмм. Дизвольтария фикатулы на форте хибриды интри лотуре экспериментале а варят в периода в крестере. Греутатия акции органы на стабелы динтри лотуре 2, а конституя 1,66 килограмм. Дин лотуре 1,3 и 4, маса фикатулы ста галата по 1,62 килограмм, пын ла 1,64 килограмм. Диференция сииньсием диземнификации в лимите 0,6 пын ла 0,08 килограмм. Греутатья лимитилор в мотуре экспериментале с оплатацией в линителе 0,51-0,48 кг, факт, что конфирма деференцией несимникативной интригией и лидии дешминей. Анализа результатов экспериментальной мы присутствием, что здраво для развития одного органа есть индивиденция генитику animalного, формата с инфлюенцией катащитетов для сомбинария арасилов и лиминалов специализации для портиней, и характеризации для кондиционера более эффективной, и это, наверное, может быть, душе на украшение более интенсивной ассоциации для хибридов вариантов ассоциации. Табелу номер 3. Валуария релатива а органелор инфернии в пункте генотипу синон, масса органелор инфлоченция, факт, масса корпорал. Дателы презентате в табелу, диноза, что, между локрами экспериментали хибрид, диференциале significативное, диноза, масса релатива а органелор, не станет регистрацией, при эксцептии глиотези в пункте гуманилор, где са обсервата синтинца дефестрия масса релатива. Инвестегацией эффектуати ау купил, и есть мариа проценту на дискуссию мускуар, используя методы дистуты прецизи, которая практика в абактвариале МИЧ, 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 УНИТАЕ. Номита метода целор 2 пункты гуманилор. Эта метода состоит в эффектуаре а двух маселотари линьаре, при каркасе, как и при сфиг гросиние с пламинами ваше мускулы глиотези, с включением гросинии глиотези, и гросинии хернии в линьи линьи ляпы ввести каналу медулар аукованилии вестрале ла варху антериору а мушетою глиотези и ввести результаты в роттинке в формула декалку. Стабелу номер 4. Евовария сесутову мускулар в каркасе в тиндету плем. Датчал презентатът в акет табел донота, п.п.п.с. Ветсесут мускулар в каркасе в тиндету плем. в интернету плем. Вариязе в мускусе дегонатив. Формат, при combinании дефектури раше специализате, деклени, метода ЗФП апельмин въяснимая континутирую тиндету племарка в каркасе, фаре а эффектуа дисекоте методи практикала в декут в муне муне. В проценте, в среднем сезоне Путина, в среднем сезоне, в среднем сезоне, в среднем сезоне. Продолжение следует... 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 Прикум, что ООО «КОНСУМ КУРИЕНТ» комерчализовато в маркетинге для продуктов и продуктов в центре Центрального Муниципа Кюшта, леврати и интерприндеры авиколи в Република. Изоляция и идентификация бактерий в гену Салманелла у них были эффекты в методологии изоляции, микробиологии, лансулы, алиментарии. Для исследований бактериологии у них были использованы медиа для специальной культуры, как и китры моно-речепторичные, для серотипизирования бактерий в гену Салманелла и цветов для цветов фрутируя. В целом, у них были исследования в кондиции в лабораторе 80 пробей в ООО для различных продуктов автохотон, 110 пробей в лакаркасе для пасаре. В табелу 1 сент презентали, дате referтори на нумерный депроби репривали, процентный депортаминания бактерий в гену Салманелла изолатый в лакаркасе для пасара. В результате обцинута, изображение бактерии в лакаркасе для пасаре, Продолжение следует... 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 Молоко – один из самых ценных продуктов питания человека. Оно содержит все необходимые для питания человека вещества – белки, жиры, углеводы, которые находятся в сбалансированных соотношениях и легко усваиваются организмом. Кроме того, в нем содержатся различные ферменты, витамины, минеральные вещества и другие важные элементы питания. В состав белков молока входят козаин и альбумин. При скисании молоко сворачивается. Козаин выпадает в осадок в виде творожного сгустка. На его долю приходится около 80% от общего содержания белков молока. Батакозаин молочного белка состоит из 209 аминокислот, занимает до 35% от общего белка в молоке. Козаиновые пептиды усиливают естественную защиту организма, регулируют кровяное давление и помогают бороться со стрессом. За синтез бета-козаина у крупного рогатого скота отвечает ген бета-козаина. Он находится на 6-й хромосоме крупного рогатого скота и имеет 13 генетических вариантов. Наиболее распространенными вариантами бета-козаина в молочных пород крупного рогатого скота являются А1 и А2. Есть мнение, что сначала все одомашенные коровы производили молоко, которое содержит только А2 бета-козаин. Однако, вероятно, вследствие точечной мутации 5-10 тысяч лет назад в европейских стадах Бост-Таурус появился вариант А1 бета-козаина. Разница между бета-козаином А1 и А2 состоит в замене одной аминокислоты в 67-м положении. Вариант А1 в 67-м положении содержит аминокислоту гестидин, А2 – аминокислоты пролин. В результате возникает единичный нуклеотидный полиморфизм. При расщеплении ферментами желудочно-кишечного тракта молока, содержащего А1 бета-козаин, образуется биоактивный пептид бета-козаморфин, который имеет значительную опиоидную активность. БСМ-7 – это небольшая молекула, которая может легко проникать в кровоток и вызвать различные проблемы со здоровьем человека. Именно с действием БСМ-7 на организм человека связывают различные хронические воспалительные реакции. Аллергии, кожные проявления, выделение муцина и диабет сахарного типа, извините, сахарный диабет первого типа. В корове молоко А2, молоко без варианта А1, представлено в продаже во многих странах. Австралия, Великобритания, США, Новая Зеландия, Нидерланды и широко рекомендуется людям, которые не переносят молока. Целью нашей работы была оценка частоты различных вариантов бета-козеинов, аборигенных породов крупного рогатого скота Украины и водных буйволов. Проанализированы образцы крови от коров серой украинской породы, белоголовой украинской породы, бурой карпатской породы и водных буйволов. Молекулярно-генетические исследования проводились на базе лаборатории генетики Института разведения генетики животных имени зубцам. Кровь для выделения ДНК брали зерон яромневены в объеме 5 мл. Здесь представлены спектры рестрикционных фрагментов для гена бета-козеина при исследовании. Частоты аллели и генотипов гена бета-козеина значительно отличаются у всех исследованных пород крупного рогатого скота. Частоты А2-аллеля варьируют от 0 до 100%. А генотипы А1 и А2 от 0 до 84% и генотипы А1-А1 от 0 до 48%. Максимальное 100% содержание А2-аллеля отмечено у водных буйволов, а минимальное у бурой карпатской породы. Частоты А2-А2 генотипа во всех исследованных пород, кроме водяных буйволов, было низким – 0,046. У белоголовой украинской породы определяется гомозыгодный генотип А1-А1. Полученные результаты исследования по генам бета-козеина обнаружили низкий уровень генетического разнообразия у исследованных пород крупного рогатого скота. Аллель А2 встречался в изученных пород с частотой 46,8% у сероукраинской породы и 26% у белоголовой украинской породы. 100% он встречался у водных буйволов. Только в изученной выборке животных бурой карпатской породы А2-аллель не встречался совсем. Анализ частот желаемого А2-аллеля у животных трех украинских аборигенных пород крупного рогатого скота – сероукраинский, белоголовая украинская, бурая карпатская и буйволов – показал, что лидируют буйволы и сероукраинская порода с частотой 1,046%. Соответственно, ценные свойства молока украинских аборигенных пород крупного рогатого скота и буйволов делают этих животных особенно ценными для использования в молочном скотоводстве и должны помочь остановить уменьшение популяции этих уникальных животных. Доклад закончен. Спасибо за внимание. Спасибо вам за историю интересных докладов. Эта тема у меня особенно пристает. Я занимаюсь исследованием генофондов пород животных. И действительно, эта тематика на стыке наук находится с биологией, экологией, в частности, с биоразмопразием, сохранением генофондов. Поэтому я думаю, что мы с вами лично познакомимся и продолжим наши исследования. Спасибо большое. Всегда рада сотрудничеству. Спасибо вам за доклад. Спасибо. На русском я понимаю воспроизводительная функция продуктивной синоматы при скармливании им продукта золу биор. Основная проблема современного промышленного животного. Это обусловлено рядом факторами. Отсутствие движения солнечной института микробиологии. Из биотехнологий и биотехнологий Молдовы. Поместа с Малышно-фактическим институтом биотехнологий зоотехни и ветеринарной медицины была использована из-за патентов на современной технологии выработки и применения препаратов золу биор. Использование золу биор в животноводстве как кормового добавка открывает большие перспективы повышения воспроизводительных функций в качестве животных. Целью данной работы является изучение влияния биологически активного препарата золу биор, разработанного в институте микробиологии и биотехнологии в Республике Молдова. На воспроизводительную функцию и продуктивность свиноматок. Опыты проводились на свинокомплексе Агросеминвест. Для опыта по методу аналогов было отобрано в две группы сбросных животных живой массой 190 до 200 кг фаршивейки животных каждый. После перемещения отобранных свиноматок в воспользовательном центре условия содержания животных не имели различий по всех подобных группах. А условия кормления различались. Первая группа свиноматок контрольно получала сутки основной рацион по нормам, а с свиноматком второй группа к обычным рационам. За 30 суток до их опоросток в кармадо-фомки наводили зообиоз в базировке 5 мм на голову сутки. В проведенном опыте исследовали влияние скармливания зообиоз плюс свиноматком на количественные качественные показатели, получаемые от них потомки. А также на рост из окрамов поросят до 60 дней. Кроме того, были проведены исследования по изучению динамики показателей в гематологических и биохимических изменениях крови. Представленные по длице 1 данные показывают, что дополнительное введение в кармах свиноматок препаратов зообиоз за 1 месяц до предполагаемого опороста в объеме 5 мл. Получено в среднем от 6 свиноматков 75 голов поросят в контрольной группе и 84 голов поросят в опытной группе. В живых поросят в среднем получено 72 головы в контрольной группе и 78 головы в опытной группе. На одну свиноматку в опытной группе получено 13 головы поросят, а в контрольной группе 12 головы на одного поросят в объеме. Средняя живая масса одного поросят в предрождении в контрольной группе была 1,4 кг, в опытной группе 1,7 кг, то есть на 0,3 кг больше. Рост и сохранность полученных в опытех поросят до 2 месяцев в зависимости от введения кармах свиноматок 2-3 суток до века пороста представлены в таблице 2. Живая масса поросят в опытной группе составила 1,7 кг при их рождении, а на 21 день она составила 6,95 кг в норме с контрольной группой, где данный показатель равен 1,4 кг, а на 21 день 6,2 кг. Среднесуточный привет живой массы поросят в опытной группе составляет 287,76 кг, а в контрольной группе 270,99 кг, и на 16,77 кг в опытной группе больше в сравнении с контрольной группой. Были также отобраны образцы крови для гематологического и биохимического анализа. Данные представлены в таблице 3, свидетельствуют о том, что гематологические показатели крови обоих группах свиноматок на протяжении всего опыта находились в пределах физиологических мозг. Имеющиеся колебания отдельных показателей в сторону увеличения или уменьшения являются статистически недостоверными. Биохимический анализ крови показывает, что изученные показатели находятся в пределах физиологических норм, что свидетельствуют о том, что исследуемый биологически активный препарат зообиор положительно влияет на поддержание метаболизма у животных, тем самым позволяет реализовать максимально генетический потенциал. Из вышесказанных таблиц можно сделать следующие выводы, что скармливание свиноматком препаратов зообиор в 20-30 суток до опороста и 10 суток после опороста в количестве 5 мл на голову в сутки, в дополнительных суточном рационе. Поскольку тут увеличение рождения живых поросят на одну свиноматку, так как в опытной группе получено 13 белых поросят, а в контрольной группе 12 белых. Использование свиноматком препаратов зообиор также способствует увеличение среднесуточного отрезка живой массы поросят, который в опытной группе составил 287,76 г, а в контрольной группе 270,99 г или на 16,77 г. Грамм больше в опытной группе по сравнению с контрольными. Вот демонстрации по тараке поросят. То есть свиноматка, которая получала биологический активный препарат. Можете посмотреть, просто их много. И на этом моя презентация закончилась. Спасибо большое за внимание. Еще раз хочу поблагодарить организаторов данной конференции, что даете возможность нам представить свою работу. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо за доклад. Следующий докладчик. Рота Редойна, докторант. Готовите, кто же. В студии прививленный спермограмм Лабербич, Денараса Каракул, Молдовинец. Готовится Сидаренко ЕВ, Украина. Пожалуйста, Рота Редойна. Спасибо. Ротарь Редойна, вы с нами. Продолжение следует... Да, меня слышно? Да, слышно хорошо. Позвольте представить вам доклад «Продуктивность коровы в зависимости от коэффициента и бридинга быков украинской черно-пестрой молочной породы. Отчет потомства». В условиях рыночных отношений вопрос повышения эффективности отрасли молочного скотоводства особенно актуален. Для его решения необходимо повышать генетический потенциал животных методом и селекцией, в основе которых отбор быков-превозводителей, их оценка по племенной ценности, подбор на основании сочетаемости родительских пар. В Украине наиболее распространенной породой при производстве молока является украинская черно-пестрой молочная порода, в которой я соединила в себе цены и качества черно-пестрой, белоголовой, украинской и сементарских пород с одной стороны и гаштинской с другой. Сейчас удой коров в 169 стадах племенных из Украины составляет 7755 килограмм. В последние годы в породе интенсивно использовали быки производители гаштинской породы, что обеспечивает значительное повышение молочной продуктивности. Однако такое управление селекционным процессом в породе приводит к существенным изменениям геологической структуры отечественной популяции черно-пестройского скота, вытеснению линий и уменьшению поголовья быков-производителей, которые формируют основу именно украинской черно-пестрой молочной породы. Анализ быков отечественных пород, используемых на племенных предприятиях, показал, что значительное сокращение, что неизбежно, приведет к рассированию линий инбригинга. С учетом актуальности вопроса инбригинга молочно-скотоводства, нами было поставлено цель определить эффективность использования инбригинга быков украинской черно-пестрой молочной породы для повышения продуктивности стад и пород, а также сохранения геологической продуктивности отечественных пород. Материалами, методами исследований были быки украинской черно-пестрой молочной породы, записанные в каталогах быков молочных и молочно-вестных пород для воспроизводства маточного поголовья в 2021 году в Украине. Для проведения исследований они были разделены на 4 группы, степень инбригинга определяли по методу Сапоружа, а коэффициент инбригинга по форме Райта Кисловского. Оценка быков по молочной продуктивности их дочерей существовали с использованием системы управления молочной системой скотоводством Сумс Интерсел РСЭКС. Статистическая обработка получаемого материала сделана использованием программного пакета «Статистика». Установлено, что исследованные быки украинской черно-пестрой молочной породы, сейчас перма, сохраняется на предприятиях Украины без учета их родства и родоначальниками, обеспечивая своим дочерям в племенных стадах Украины удой на уровне 4588,5926 кг с содержанием жира 3,75% в молоке. Оценка быков украинской черно-пестрой молочной породы по удою их дочерей с учетом имбридности производителей засвидетельствовала преимущества животных, которые имели разную степень расхлаза родоначальников по сравнению с обрядными особенностями. Доказано, что наиболее высокую молочную продуктивность имели коровы дочери отдаленного имбридных быков, средний удой которых по основным стадах составлял 5926 кг, что и выше показатели отбридных быков на 1338 кг и более высокой степени имбридинга. Умеренного и близкого на 316-367 кг. Между быками умеренной и близкой степени имбридинга разница по удою их дочерей была незначительной – 67 кг, указывая на то, что увеличение гомозихотности с 59 до 7,03% не производит значительного роста молочной продуктивности у потомков. Отбридные производители украинской черной и острой молочной породы оказались менее продуктивными по сравнению с имбридными. Установлено, что дочери отбридных быков продуцировали на 971 338 кг молока меньше по сравнению с потомками имбридных производителей разной степени. Вероятно, это связано с наличием последних более высокой наследовательности родоначальника и способности передавать ее потомкам. Нашими исследованиями не установлено достоверной разницы между содержанием жира молоки дочерей исследовальных быков, хотя более количество молочного жира, полученного от потомков имбридных производителей на 208-219 кг соответственно. У коров, дочерей, быков, полученных в результате отбридного подбора, количество молочного жира в среднем составляло 172 кг. Анализировая ситуацию, установленная по содержанию белка в молоке коров, а отбридных имбридных быков, а также количество молочного белка, с учетом чего сделан вывод о целесообразности использования для производства маточного погоховия быков украинской черно-пестрой молочной породы коэффициентами брыдинга, которых составляет 0,397,03. Коэффициент изменчивости удоя коров, дочерей отбридных имбридных быков находится в пределах 24,3-38,5%, указывая на неоднородный стат и возможность улучшения показателя методомоселекции. При этом более процедованным по поводу были дочери быков близкой степени имбридинга, хотя, возможно, низкая изменчивость признаков связана также с незначительным количеством стат для воспроизводства маточного поголовья коров, которых использовали эти производители. Коэффициент изменчивости жира в молоке дочерей быков опытных групп составил 2,4-1 белка и 1,7-3,2 без четовой зависимости от степени имбридинга. Вероятно, это показатели более обусловлены генетическим природой признакам, чем степенью раствора быков. Результаты наших исследований согласовываются с данными многих пченых, которые на животных разных пород получили аналогичную закономенность. Вместе с тем, результаты наших исследований противоречат данным, полученным другими ученами, которые на скоту гащинской породы установили отрицательный результат при использовании имбридных животных. Для определения влияния обидинга быков украинской черно-пестрой породы на молочную продуктивность их дочерей нам использовали метод однофакторного дисперсионного анализа, который позволил установить, что удой коров на 8,2 обусловлен имбридностью отца потомства, жирномолочность на 1,3, а белковомолочность на 3% без достоверности полученных показателей. В результате проведенных исследований мы установили, что имбридинг отдаленных и умеренных и близких степеней не влияет на снижение молочной продуктивности скота украинской черно-пестрой молочной породы. А значит, буки с коэффициентами бридинга 0,39,7,03% могут использоваться в процессе воспроизводства, что позволит расширить численность поголовья чистопородного скота и сохранить генетическую структуру породы. Спасибо за внимание. Доклад закончен. Доклад. Скажите, пожалуйста, вы заявляли дополнительного докладчика в рубрике Андрея Петровича. Мы рассмотрим вашу заявку, и если у нас будет время, мы предоставим ему слово в конце нашего заседания. Следующий докладчик, Карам Алла, готовится Медведева. Карам Алла. В последние годы в общем объеме потребляемого в стране мясного мяса птицы постоянно возрастает, и в отдельных регионах страны достигает 24-37%. При этом соотношение массы мяса птицы и других животных в последующие годы будет изменяться в сторону увеличения производства продукции птицеводства. Интенсификация производства мяса и яиц требует совершенствования системы питания сельскохозяйственных животных и птиц, разработки соответствующих технологий кормопроизводства, внедрения в производство кормов, отвечающих потребностям животных по составу питательных и минеральных веществ. В последнее время большое значение стали придавать использование в кормлении животных и птиц экологически безопасных, биологически активных препаратов, оказывающих положительное влияние на биохимическую, иммунологические, гематологические и продуктивные показатели. В этом плане большой интерес представляет применение в процессе выращивания дешевые, нетрадиционные и доступные кормовые добавки, которые по своей биологической ценности близки к традиционным и позволяют повысить производство продукции. Актуальным является поиск новых эффективных кормовых добавок на основе природных компонентов, которые хорошо усваиваются и соответствуют потребностям организма. К методам, позволяющим дать объективную оценку использования кормовых ресурсов, относятся исследования показателей убоя птицы. Нашей целью являлось определение влияния нетрадиционных кормовых добавок на убойные показатели кур, адлерская, серебристая. Исследования проводились на птицефабрике СРЛ «Пиличик» на базе лаборатории Департамента менеджмента животноводческой продукции и контроля качества пищевых и сельскохозяйственных продуктов Государственного аграрного университета Молдовы в 2019 году. Объектом исследования являлись куры адлерская серебристая. Для экспериментального опыта было сформировано три группы цыплят, отобранных с суточного возраста по принципу аналогу «Кросс-пол-возраст-живая масса и развитие» по 60 голов в каждой. Кормление птиц проводили одинаковыми по составу комбикормами в соответствии с рекомендованными нормами кормления. Птица находилась на сбалансированных рационах. Контрольная группа получала основной рацион. К основному рациону первой опытной группы дополнительно вводили кормовой концентрат из торфа. Второй опытный – кормовой концентрат из пера. Результаты исследования. Для изучения влияния кормовых добавок на мясную продуктивность и развитие внутренних органов птицы в конце научно-хозяйственного опыта проводился контрольный убой и анатомическая разделка тушек, отобрав из каждой группы по 4 головы, типичных для группы по упитанности и живой массе. До забоя птица задержалась без кормов в течение 12 часов. Учет мясной продуктивности птицы проводили по следующим показателям. Живая масса перед убоем, масса потрошенной тушки, масса грудных и ножных мышц, масса печени, сердца, мышечного желудка. Полученные результаты убоя свидетельствуют о том, что масса потрошенной тушки в опытных группах была выше аналогов контроля. В опытной группе номер 1 масса потрошенной тушки составляла 1446 грамм, а в опытной группе 2 – 1489 грамм, что было достоверно выше, чем в контрольной группе, соответственно, на 2,4%. По данным убойного выхода установлено, что контрольная группа уступала по этому показателю опытным группам, соответственно, на 0,7% и на 0,2%. Ведение в рацион нетрадиционных видов кормовых добавок положительно сказалось на формировании мясной продуктивности в целом и убойных качеств птиц в опытных группах по сравнению с контрольной и особенно отразилось на увеличении массы таких основных жизненно важных внутренних органов, как печень, сердце и легкие. Так, масса печени в первой опытной группе была больше, чем в контрольной, на 0,25 грамм, а во второй опытной группе на 0,7 грамм больше. Масса сердца в опытных группах также была выше, чем в контроле, на 0,4 и на 0,11 грамм. Масса легких в первой опытной группе была больше, чем в контроле, на 0,5 грамма и в опытной группе номер 2 на 1,75 грамм. В целом видим в сравнении с контрольной группой масса всех внутренних органов выше в опытной группе 1 и в опытной группе 2. Наиболее ценным в пищевом отношении в тушках птицей являются грудные мышцы. В них больше протеина и незаменимых аминокислот, меньше жира и соединительных волокон, содержащих коллаген, избыточное потребление которых человекам нежелательно. Поэтому в некоторых странах цена за грудку в 3-4 раза выше стоимости ножек. В проведенном опыте масса грудных мышц в опытной первой и в опытной второй группе оказались выше на 4,9% и на 10,2% в сравнении с контрольной группой. Выход грудных мышц по сравнению к массе потрошенной тушки по группам составил соответственно в опытной группе номер 1 на 19,2% и в опытной группе номер 2 на 19,6%. И в контроле он составил у нас 18,7%. На фотографии показана масса потрошенной тушки. То есть при кормовом концентрате вскармливаем у нас 1640, кормовой концентрат из торфа 1253 и контроль у нас чуть меньше. Показаны грудные мышцы, ножны. Проведенные исследования на курок-несушках адлерская серебристая показали эффективность использования в их кормлении нетрадиционных кормовых добавок из торфа и из пера, что выявилось в повышении убойных показателей птицы. Нетрадиционные кормовые добавки из торфа и из пера можно рекомендовать как эффективные кормовые ингредиенты в кормлении для кур-несушек адлерской серебристой и для повышения их продуктивных качеств. Спасибо за внимание. Хочу поблагодарить организаторов и моего руководителя за данное выступление. Вам большое спасибо, имею честь выступить на таком уровне конференции. Спасибо вам огромное за доклад. Вы первая, которая поблагодарила своего нужного векового векса. Дерзайте. Спасибо большое. Продолжаем вашу работу. Следующий докладчик Медведева. Российская Федерация. Вы с вами на связи. Пожалуйста, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые участники конференции. Разрешите представить доклад на тему оценка генотипа продуктивных качеств свиней крупной белой породы, разводимых в Алтайском крае. Генетический прогресс и наводцы может быть достигнут в результате комплексного применения традиционных методов селекции современных ДНК-технологий с использованием молекулярно-генетических маркеров генов, связанных с хозяйственно полезными признаками. Иммуногенетический анализ позволяет зафиксировать свойственную стаду генетическую структуру, но он малоинформативен без анализа этого показателя в поколениях. Изменение генетического разнообразия в стадии, вымывание тех или иных генов, внесение в стадо отдельных генов извне и их закрепление желательности корректировка происходящих генетических изменений возможно только при постоянном генетическом контроле в стадии ряде поколений. Целью повышения результативности селекционной работы в стадии свиней катуньского типа крупной белой породы были проведены иммуногенетические исследования на чистопородном поголовье. Экспериментальная часть исследований была проведена в Бийском районе Алтайского края. В качестве объектов исследований использовались свиноматки в количестве 135 голов и хреки 74 головы катуньского типа крупной белой породы. Были проведены иммуногенетические исследования. Кинотип свиней определяли путем постановки стереологических проверок проверки эритроцитов с набором моноспецифических сывороток в реакции агглютинации гемольза. Взятие крови у животных проводили из ушной раковины, внутренние часы, вселенные пробирки с антиголкулянтом. В толщину шпиках реков свиноматок оценивали при достижении живой массы 100 кг в области 6-7 грудного позвонка с помощью ультразвукового прибора. Длину толщины измеряли мерной лентой. Живую массу определяли путем взвешивания свиней в возрасте 24 месяца. Целью исследований явилась оценка генотипа продуктивных качеств свиней катуньского типа крупной белой породы, разводимых в условиях Алтайского края. Задача исследования входила в проведение оценки генотипических показателей собственной продуктивности свиноматок и хриков катуньского типа. Что касается результатов исследования. Из данных рисунков видно, что относительно более тонким шпиком характеризовались матки с генотипом EAG и EAK, порядка 27%. В то же время наименьший показатель длины туловища, установленного свиноматок с генотипом EAK, порядка 150... 150... 150, 1,6 сантиметра. Но она алмазы и генотипы вообще непонятны, а какие-то... Ничего непонятны. Из следующего слайда видно, что толщина шпига имеет максимальное значение у свиноматок генотипа EAE с локусом EAG 29 мм. По длине туловища преимущественно... Преимущество выявлено у маток-носителей генотипов EAE... Порядка 163,5 сантиметра. По живой массе животные генотипы EAE с локусом ACP лидировали в стадии с живой массой порядка 22,3 кг и имели достоверные отличия от маток с генотипом EAK, имеющих живую массу 196,7 кг. Разница статистически достоверна. Также невысокая живая масса зарегистрирована у особи генотипа EAE с локусом ASP. В данном случае показатель был порядка 204 кг. Остальные под матки имели живую массу... Наименьшую живую массу была представлена у носителей EAK 196 кг. А наивысший показатель в данном случае у маток EAE 205,9 кг. На следующем слайде представлены данные оценки собственной продуктивности хребов разного генотипа в возрасте 24 месяца. Оценка генотипа хребов в двухлетнем возрасте показала, что наибольшей толщиной обладали животные с генотипом EAE 26 мм. А максимальное значение подкожной жировой ткани наблюдалось у животных генотипа EAE 28 мм. По длине туловища наблюдаст тенденция к превосходству хребов производителей с генотипом EAE 182 см и EAE с... Длина туловища в данном случае составила 181,5 см. Наибольшей живой массой характеризовались хребов с генотипом EAE 292,3 кг. Так как выводы прозвучали в ходе доклада, разрешите их не зачитывать, а акцентировать внимание на том, что представители анализируемых групп крови имеют достаточно высокие показатели. Рекомендуем их более тщательно исследовать и интенсивно использовать в селекции для улучшения пород и выведения новых. Доклад окончить. Спасибо за внимание. Спасибо огромное за столь уволенательный доклад. Следующий докладчик у нас, член Анатолия Владимировна, Украина. Опытная станция пиццеводства. Готовится. Борецкая Руслана Владимировна. Спасибо. Здравствуйте. Украина на связи. Как нас слышно, видно? Отлично. И видно, и слышно отлично. Я благодарна за такую возможность представить материалы, наши наработки на такой обширной конференции, где много участников и много слушателей. Но не будем затягивать время. Хочу представить доклад. Изучение влияния низких концентраций альфа-зиароланола в форме родительского стада на развитие эмбрионов и выводимость яиц кур. В зарубежной отечественной научной литературе значительное внимание уделяется контролю над уровнем загрязнения зерна и кормов микотоксинами. Последние считаются сверхопасными контаминантами кормов и пищевых продуктов в обычных условиях и входят в список опасных природных экотоксикантов. Особенностью опасности микотоксинов для здоровья человека и животных является их способность проявлять действия в ультраминимальных дозах, которые часто не поддаются современным методам обнаружения. Среди примерно 300-400 микотоксинов известных важнейшее внимание уделяют афлотоксину, фуманезинам, охротоксину, трихотеценам и зиаролинону из-за проблем безопасности и значительного экономического воздействия. Зиаролинон известен как один из наиболее распространенных факторов загрязнения зерна и комбикормов. Основными продуцентами зиаролинона являются фитопатогены зерновых культур. В странах Европы по обобщенным данным зиаролинон выявляли в каждой четвертой пробе кукурузы и пшеницы, а также в ячмене 19%, овсе 15% и комбикормах 12%. Средние уровни от 2 до 300 микрограмм на килограмм корма. Родственным зиаролинону соединением является метаболит некоторых видов фузариум, альфа-зиароланол или зеранол, который в некоторых странах производят промышленным путем и широко используют при откорме крупного рогатого скота и овец для увеличения прироста массы и улучшения использования корма. Результаты исследований, которые были выполнены в Институте птицеводства у нас на Украине показали, что альфа-зиароланолу присуща способность влиять на репродуктивные качества птицы. Было установлено, что включение в корм альфа-зиароланола в низких концентрациях не влияет отрицательно на массу яиц и выведенных цыплят, а также снижает гибель зародышей во вторую половину инкубации. В связи с недостаточным количеством представленной информации, целью данной работы было изучить влияние низких концентраций альфа-зиароланола в корме родительского стада курмесушек на развитие эмбрионов и выводимость яиц. Исследования были проведены на экспериментальной ферме «Сохранение генофонда птицы» и в отделе селекции Государственной опытной станции птицеводства НААН на яичных курах родительского стада породы Борковская-Барвистая. Содержание кур было клеточное, соблюдение рекомендованных технологических параметров. В возрасте птицы 35 недель было сформировано две группы – опытная и контрольная. В контрольной группе было 53 головы курочек и 8 голов петухов, в опытной – 55 голов курочек и 8 голов петухов. Продолжительность периода сбора яиц от указанных групп птицы составляла 5 недель. Первые 14 дней возраста до 35-36 недель птица получала стандартный комбикорм в соответствии с возрастными потребностями. В следующие три недели птица опытной группы получала комбикорм с примесью альфа-зиароланола в количестве 50 микрограмм на килограмм корма. Возраст птицы – 37-39 недель. Куры и петухи контрольной группы в этот период продолжали получать стандартный комбикорм. Каждую неделю в течение периода исследований проводили отборы закладку яиц на инкубацию, которые осуществляли в модернизированных лабораторных инкубаторах по стандартным режимам. В течение всего периода проводили оценку и анализ результатов инкубации и вскрытия отходов для установления причин гибели эмбриона. Были получены такие результаты. Данные по результатам инкубации представлены за два периода. Первый – это результаты инкубации яиц контрольной и опытной группы до начала скармливания птицы корма, содержащего альфа-зиароланол. Возраст птицы – 35-36 недель. Второй – через 14 дней после начала скармливания. Возраст птицы – 38-39 недель. Результаты инкубации яиц за оба периода приведены в этой таблице. Посмотрим на опытную группу. Из представленных данных видно, что в опытной группе после введения альфа-зиароланола в второй период опыта произошло улучшение как оплодотворенности яиц, так и вывода молодняка. По сравнению с первым периодом, когда птица опытной группы получала стандартный комбикорм, вывод молодняка и оплодотворенность яиц опытной группы во втором периоде увеличились на 14%. 68,7% в первом периоде, 82,7% во втором периоде. И 4,4% в первом периоде, 91,7% во втором периоде соответственно. Повышение выводимости яиц произошло за счет снижения гибели из-за родышей как на ранних, так и на поздних стадиях инкубации. Так, гибель эмбриона в первую неделю инкубации во втором периоде опыта снизилась на 3,4%, в середине инкубационного периода на 2,5% и в конце на 3,7%. В связи с этим увеличился и процент вывода молодняка. Теперь перейдем к контрольной группе. Сравнивая показатели вывода цыплят контрольной группы за два периода, наблюдаем увеличение показателя на 2,8% во втором периоде по сравнению с первым. При этом снижение смертности эмбриона в контрольной группе, в отличие от опытной, во второй период опыта не происходило. Для установления достоверности разницы полученных результатов, было проведено сравнение показателей инкубации оплодотворенных яиц обоих периодов опыта для каждой группы с помощью метода углового преобразования Фишера. Данные представлены на этой таблице. Было установлено достоверное снижение смертности эмбриона в опытной группе во второй период по сравнению с первым. Коэффициент достоверности 0,046,00, а также увеличение выводимости яиц и вывода молодняка. В контрольной группе достоверной разницы между результатами, полученными в первый и во второй период, выявлено не было. При вскрытии отходов инкубации, проведенном для каждой партии яиц, не было обнаружено синдромов, характерных для эмбриотоксикозов, что может говорить об отсутствии токсического влияния малых доз альфа-зиароланола в форме родительского стада на развитие эмбрионов. Оценивая полученные результаты в опытной группе яиц, уместно будет упомянуть о явлении гармезиса, стимулирующего действие умеренных доз стрессоров, имеющих силу, недостаточную для проявления вредных факторов. Как показали наши исследования, концентрация альфа-зиароланола в форме 50 мкг на кг оказывает благоприятное воздействие на жизнеспособность развивающихся эмбрионов, что проявляется в снижении смертности в процессе инкубации, увеличении выводимости яиц. Однако, еще получено недостаточно данных для возможного объяснения механизма такого воздействия. Таким образом, мы пришли к следующим выводам. Выявлено стимулирующий эффект альфа-зиароланола в концентрации 50 мкг на кг в форме родительского стада курни-сушек на эмбриональное развитие и выводимость яиц. Через 14 дней после введения альфа-зиароланола в форм вывод молодняка оплодотворенности яиц опытной группы увеличились на 14,4% соответственно, по сравнению с периодом, когда птица получала стандартный комбикорм. Повышение выводимости яиц опытной группы произошло за счет снижения гибели зародышей как на ранних, так и на поздних стадиях инкубации. Гибель эмбрионов в первую неделю инкубации снизилась на 3,4%, в середине инкубационного периода на 2,5% и в конце на 3,7%. Вскрытие отхода в инкубации показало отсутствие у погибших эмбрионов синдромов, характерных для эмбриотоксикозов. И необходимо проведение дальнейших исследований для получения дополнительных... Наталья Владимировна, у нас вышло? К сожалению. Переходим к следующему докладчику. Старецкая Руслана Владимировна готовится ценовый, Алексей Васильевич. Старецкая Руслана Владимировна, вы с нами? Здравствуйте, меня слышно? Отлично. Отлично. Поделитесь с экраном. Сейчас, сейчас. Демонстрация экрана и поделиться. Совместное использование? Демонстрация – это на быть. Да, есть. Видно? Готово, да? Да, да, есть. Здравствуйте, спасибо организаторам за этот праздник науки. Хочу пожелать вам процветания и богатого финансирования. И разрешите выступить с докладом продолжительность... Это самое лучшее сегодня поздравление. Да, и чтобы слово «ученый» звучало гордо. Продолжительность и эффективность использования молочных коров в зависимости от интенсивности их роста. В современных программах разведения молочного скота за последние 20-30 лет возросла роль и доля функциональных признаков. В частности, долголетие и пожизненная продуктивность сегодня являются одними из наиболее важных признаков молочного скота. Это подтверждается обновленным в августе 2021 года индексом Net Merit, который делается в США, в котором возросла доля субиндекса Productive Life или продолжительность продуктивного использования. И сегодня расчет этого признака проводится по смешанной системе. Хочу сказать, что в этом индексе Net Merit за август этого года были убраны некоторые показатели. Например, легкость отелов, количество мертвородов, некоторые качества вымени, обускаленность коров или были значительно снижены. Это говорит о том, что по этим показателям достигнуты желаемый уровень развития. И это дает надежды, что продолжительность и эффективность использования молочных коров тоже со временем, селекционным путем, будет выведена на новый уровень. В связи с этим целью нашего исследования было изучение влияния интенсивности роста молочных коров на продолжительность и эффективность их пожизненного использования. Исследования проведены в ретроспективном статистическом опыте в стадии молочного скота Ода Торезина Киевской области. С учетом методического требования к формированию ретроспективной выборки по году первого отела не позднее 8 лет до даты анализа, определен сравнительно однотипный кластер коров с 2003-2008 годами отела. Ретроспективный анализ продолжительности и эффективности использования коров выполнен по методике Юрия Павловича Палупана, который является соавтором этого доклада. По живой массе в 6-месячном возрасте и по среднесуточному приросту в возрасте от рождения до 6 месяцев коровы были разделены на 4 группы. По живой массе в 15-месячном возрасте и по среднесуточному приросту в возрасте 0,12 месяцев на 5 групп. Более продолжительным хозяйственным использованием и пожизненной продуктивностью характеризуются коровы с высокой интенсивностью роста до 6-месячного возраста, 4-я группа. С повышением живой массы телочек криволинейно, но устойчиво возрастает число лактаций почти на 2,4 группы, сравнительно с первой. Продолжительность жизни, хозяйственного использования и лактирования приблизительно на 800 дней. Пожизненный удой возрастает свыше 16 тонн, а удой на один день хозяйственного использования на 2,1 кг. Аналогичная тенденция наблюдалась при росте среднесуточного прироста от рождения до 6-месячного возраста. Преимущество коров с приростом свыше 700 г над аналогами с приростом до 500 г по числу лактаций составляло 1,74. По продолжительности хозяйственного использования более 800 дней, а пожизненному удою свыше 15 тонн. Группы коров с приростом живой массы на уровне 501-700 г по изучаемым признакам характеризуются промежуточными показателями с устойчивой тенденцией их увеличения при повышении интенсивности выращивания. С началом процесса интенсивного полового созревания телочек в возрасте 6-12 месяцев в связь интенсивности роста с последующей продолжительностью и эффективностью пожизненного использования коров приобретает треволинейный характер и имеет наивысшие показатели в группе коров с приростами от 661 до 740 г. При приросте живой массы в этот период возрастают все показатели продолжительности и интенсивности хозяйственного использования. Однако по удою на один день жизни и хозяйственного использования разница между группами с приростом 661-740 г и 741 г и выше была незначительной. При группировании коров по живой массе в возрасте 15 месяцев отмечена подобная тенденция криволинейного улучшения учитываемых признаков продолжительности и эффективности пожизненного использования коров с ее ростом от менее 280 до 340 кг с последующим их снижением, часто существенным и достоверным в группе коров с живой массой в 15 месяцев более 340 кг. Так, группа коров с живой массой в 15 месяцев в 340 кг превышала по числу лактаций аналога живой массы менее 280 кг по количеству лактаций, продолжительности хозяйственного использования и соответственно по пожизненному удою. Сила влияния живой массы в возрасте 6 и 15 месяцев и среднесуточного прироста в 0,6 и 0,12 месяцев на продолжительность и эффективность пожизненного использования коров колебалась от 0,1 до 19,2%. Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о наличии определенной зависимости, продолжительности и эффективности пожизненного использования коров от интенсивности роста и живой массы телочек от рождения до 15-месячного возраста. Преимущества имеют животные с более интенсивным ростом и большей живой массой. В возрасте 12-15 месяцев такая зависимость принимает криволинейный характер. Это обуславливает необходимость поиска оптимальных параметров по интенсивности выращивания телочек в период их интенсивного полового созревания. Доклад окончен. Спасибо за внимание. Вам огромное спасибо за представленные результаты. Следующий докладчик Циновый Алексей Васильевич готовится медник Владимир Алексеевич. Циновый Алексей Васильевич, вы с нами? Украина. Циновый. Продолжаем нашу работу. Докладчик медник Владимир Алексеевич, Украина. Не видел вас. Рябинина, вижу у вас в галерее. Рябинина Елена Викторовна, Украина. Да, здравствуйте. Здравствуйте, это Рябинина Елена Викторовна. Если можно, сейчас демонстрацию экрана, но будет докладчик Мельник Владимир Алексеевич. А потом я. Спасибо большое. А, то есть два доклада? Да, да. Нет, так они идут. Хорошо. Хорошо. Мы вас слушаем. Так, демонстрация экрана, не вижу нашего. Демонстрация экрана и поделиться. Сейчас, секундочку. Не, не, куда это у нас, у нас пацаны. Это у нас пацаны. А, пацаны, на пацаны. Слышите, наверное, не пацаны. Насколько вы далеко не живете. Шута, к сожалению. Может, готов Мельник Владимир Алексеевич? Нет, сейчас... Вы сейчас отнимались, а выходите? Тоже, не готов. Может, к вам вернемся через минуту? Нет, дело в том, что Мельник, он с моего и выйдет. Видно вам демонстрацию экрана? Ой, этот, презентации. Нет. К сожалению, шута не получается. Мы идем дальше. Хорошо, да, давайте мы еще раз вам попробуем. Шутаны. Пожалуйста, Левницкая, Украина. Мы вас видели. Ильницкая, Украина. Прогнозирование. Да, мы видим вас, Татьяна Ильницкая. Здравствуйте, сейчас она подойдет. Две секундочки. Человеческая, ничего. Человеческая, ничего. Она не чужая. Добрый день! Хочу вам представить доклад на тему прогнозирования спортивной работоспособности по линейным признакам экстерьера движения прыжков к импераменту спортивных лошадей. Большинство современных конспортивных организаций, ведущих в племенные книги спортивных лошадей, используют метод линейного описания экстерьерных и спортивных качеств лошадей с последующим формированием их линейного профиля. Метод описания животных по линейной классификации является лучшим на сегодняшний день. Линейное описание может быть инструментом контроля, позволяющим выявить уровень наследственности полезных признаков и степень влияния отца на потомство. Этот подход первоначально был разработан для оценки крупного рогатого скота, где он используется с 1977 года. В отличие от существующих методов оценки экстерьера, линейное описание оказалось более эффективным как для крупного рогатого скота, так и для лошадей, для которых оценка типа по сравнению с другими сельскохозяйственными животными является линейная часть инструкционного процесса. Впервые описание лошади по линейной шкале введено в Нидерландах в 1989 году. Такая работа проводится сертифицированной инспекторами. Результатом многолетней практики, использованной линейной оценки, стал успех голландских лошадей на соревнованиях всех уровней. Успех КВПН послужил толчком для широкого использования этого метода в сертифицированной племенной работе не только сушить беспортивных пород, но и на работе с малочисленным местным поголовьем. Сегодня данные линейной классификации используются для генетической оценки и для того, чтобы определить степень продуктивных признаков с генами и идентифицировать соответствующие маркеры. Исследования показали, что описание экстерьера движений прыжков лошади по линейной классификации эффективно наполняет общепринятую бальную оценку и дает возможность проводить более целенаправленный отбор по спортивным качествам. Украинское коневодство сегодня имеет возможность, учитывая опыт ведущих ассоциаций по разведению лошадей спортивных пород, внедрить в современную систему линейной классификации признаков лошадевы и использовать ее для улучшения фенотипа. Поэтому цель наших исследований представляется актуальным для того, чтобы удосконалить усовершенство спортивных лошадей украинского производства. Объектом наших исследований служили лошади спортивных пород, которые рождены и проходят испытания в Украине. Предметом исследования служили экстерьер, движения, прыжки, темпераменты, спортивная продуктивность, а именно результаты испытаний в конкуре. Для усовершенствования методологии оценки экстерьерного типа и работоспособности была осуществлена адаптация европейской классификации лошадей по линейной шкале к условиям Украины и отечественного поголовья. За основу была выбрана система, использована для селекции голландской теплокровной породы. Были определены 37 селекционных признаков для оценки лошадей спортивного направления. Для расчета был разработан бланк, который состоит из 37 показателей, из них 28 – это оценка выездковых лошадей, 36 – это оценка конкурных лошадей. Для расчета было принято, что среднее значение линейных признаков по популяции составляет 100 единиц, стандартное отклонение – 4 единицы. Было определено, что признаки имеют нормальное распределение. По линейной шканы было описано 80 голов лошадей верховых пород спортивного направления, использованные. С целью изучения возможности прогнозирования результативности в соревнованиях учитывали спортивный результат 14 голов лошадей, которые проявили линейную оценку возрасте 2,5-3 лет. Каждый признак, который входит в линейную форму, важен для проявления спортивных способностей лошадей как в профессиональных соревнованиях, так и на аматорском уровне. С целью описания поголовья проведен анализ данных линейной оценки лошадей по род спортивного направления использования. По большинству признаков наблюдается незначительная изменчивость в исследуемой популяции спортивных лошадей, что указывает на то, что большинство признаков учитывается при отборе и подборе родительских пар. Однако было отмечено, что значительная изменчивость наблюдалась по признакам, которые характеризуют рысь, голок, технику задних конечностей при прыжке и отношение лошади к внешним раздражителям, мощность и гибкость прыжка. Было определено, что большинство лошадей имели прямоугольный формат корпуса, что является желательным проявлением признака для лошадей в спортивном направлении использования. Было отмечено, что в целом молодняк спортивных пород характеризовался высокой холкой. Это, с одной стороны, хорошо характеризует развитую мускулатуру плечевого пояса, но, с другой стороны, при значительном отклонении в сторону проводит к формированию коня. Для спортивных лошадей важно качество и производительность движений. Линейная шкала дает возможность провести детальное описание этих признаков. При оценке движения на свободе лошади отличались длинным шагом и сильным импульсом на голодке. При оценке конкуртной способности исследуемого поголовья лошадей отмечено, что все линейные признаки имели отклонение в сторону наиболее желаемых качеств прыжка. Необходимо отметить отдельные характеристики прыжка молодняка спортивных пород, а именно собранные передние конечности при прыжке и осторожное преодоление препятствий. Склонность лошадей проявлять свои спортивные способности было определено по отношению молодняка к внешнему раздражителю при оценке на свободе. Отмечено, что оцененное поголовье характеризовалось достаточным вниманием к помехам. Однако по сравнению с большинством других признаков отмечена более высокая изменчивость этого признака в свидетельстве о существовании определенных проблем при селекции спортивных лошадей. При проведении современной практической селекции лошадей по экстерьеру имеют ценность в первую очередь те признаки тела, которые непосредственно или в комплексе положительно влияют на продуктивность. Поиск связи между экстерьером лошадей и будущей спортивной продуктивностью обусловлен только необходимостью вести селекционно-пременную работу на улучшение экстерьера, но и на поиске отдельных признаков, по которым можно посленно повышать работоспособность. Совершенствование племенных лошадей по спортивной работоспособности можно существенно ускорить путем использования надежных методов определения прогнозированной будущей производительности ранней возрасти. Важной мерой повышения эффективности племенной работы должен стать ежегодный анализ племенного поголовья лошадей и течественной селекции в возрасте 3 лет. Это позволит заводчикам вести селекцию на улучшение тех или иных признаков через корректировки подбора родительских пар и подбора жеребцов. С нами была проанализирована производительность лошадей в конкуре и было выяснено корреляционные связи с их нелинейной оценкой, которая проводилась 2,5-3,5 года. Высокодостоверные коэффициенты корреляции наблюдались между признакомом развития шеи и спортивными показателями. Животные с хорошо развитыми мышцами шеи чаще принимали участие в соревнованиях. Лошади, которые имели короткую шею с более тяжелым соединением с головой, были более результативны на стартах по конкуру. Отмечена также высокодостоверная прямая связь между качествами прыжка и спортивной продуктивностью лошадей, что свидетельствует о возможности отбора лошадей в 2,5-3,5 возрасте с развитием соответствующих характеристик прыжка для участия в конкуре. Для накопления данных и анализа нами было разработано программное обеспечение для сбора информации, которое включает родословную и основные идентификационные данные животных. Также вносятся все основные данные про проведение соревнований для того, чтобы проводить более детальный анализ, изучать факторы, влияющие на работоспособность. Основными выводами нашей работы служило то, что дальнейшее изучение соотношения изменчивости племенных признаков в линейной системе может быть эффективно использовано в племенной работе по совершенствованию лошадей в конкурном направлении использования. Коэффициенты корреляции между показателями экстерьера и спортивной продуктивности утверждают правоэффективность лекции лошадей по линейной классификации, что будет способствовать улучшению результативности вступлений в соревнованиях по конному спорту. Спасибо за внимание. Доклад. К нам действительно мало поступило докладов по коневодству. К сожалению, вымирающая отрасль. Спасибо вам, что поддерживаете, как можете, и не занимаетесь. Опытная станция в Санкт-Петербурге. Опытная станция. Да, извините, нас предупредили в 16-м ность, но 0-0 ровно нас будут выключать. Поэтому у нас нет никакой возможности продумать нашу работу в плане выступлений. Поэтому с вашего разрешения заключительное слово скажу. И... Все. Уважаемые участники конференции, пожалуйста, все, которые были запланированы в программе, заявлены, все получат сертификаты об участии, сканированные именем. Более того, всем, абсолютно всем, в МММ будут возглавлены ПДР-варианты нашего сборника трудов. Ну, в общем, прошу прощения. Иметь по времени. Наташа, но мы пытались. Мы... Я даже одному, что... Дело в том, что нас отключат ровно 16-м ноя. Мы хотим дать еще заключительное слово директору. Все материалы будут выставлены на e-mail участникам конференции. Пожалуйста, Олег Александрович, если вы хотите дать какое-то прояснение, я хочу сказать, пожалуйста, пожалуйста. Уважаемые участники конференции, дорогие гости, присутствующие в зале. Я хотел бы еще раз поблагодарить всех в том числе нашей конференции гибриды. Все, кто успел наложить, кто успел, как сказала Татьяна Анатольевна, получит обязательные сертификаты, но что делать такой период пандемичный, поэтому я хочу всем пожелать здоровья, хочу всем пожелать, всем нам пожелать как можно быстрее избавиться от этого напастья и, конечно, проводить такие конференции с физическим присутствием, по сути так, как это должно быть. Хочу сказать, что из заявленных докладов, к сожалению, успели доложить 12 докладчиков. Как сказали мои коллеги, приоритет я работал с аспирантом в первую очередь, тем, которым нужно иметь опыт данной работы, опыт представления докладов, что им поможет в дальнейшем в их карьере, в защите, диссертации и так далее. Я еще раз хочу поблагодарить всех присутствующих, всех, кто принял участие в нашей конференции, пожелать всем доброго здоровья. И, конечно, мы будем иметь в виду при написании из каждой фармировании тех выводов по результатам конференции, представленные результаты, направления доклада и так далее, то, что поможет в дальнейшем формировать исследование и ориентироваться в целом в региональном плане какие исследования воскреплены и так далее. и так далее. Это очень важно для нас и для дальнейшего развития института исследований и специфотехнической и ветеринарной науки. Еще раз всем большое спасибо. 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 Продолжение следует...